Салам алейкум! Малейкум, салям! Машаллах, машаллах! Брат, тёмные силы против нашего эфира! Машаллах, да-да-да! Алхамдуллах! Как ты, брат? Я хорошо, чётко! Машаллах, машаллах, машаллах! Решил познакомиться со своей аудиторией, чтобы немного людей просветить, чтобы они вообще поняли. А то мне постоянно... Основная проблема, я с тех пор, как ислам принял, и мне в комментариях постоянно пишут, то я предатель, то я какой-нибудь радикал, что только не пишут. И во всех смертных грехах уже обвиняют. Я подумал, что было бы круто, если бы кто-то со стороны рассказал людям о религии. Потому что, когда я сам начинаю оправдываться, это выглядит как оправдание. Они думают, ой, сейчас он нам в уши заливает. Поэтому я решил более авторитетного человека позвать, чтобы людям со стороны возможно какие-то вещи объяснить, которые они не понимают. Я сейчас отключу комментарии, чтобы нам не мешали. У нас уже нормальный народ в эфире. Это хорошо. И поэтому я подумал, что да, будет круто, если мы сегодня немного расскажем людям о том, что такое вообще ислам, откуда он появился. Ну вот о себе расскажите тогда пару слов, чтобы люди поняли с кем-нибудь разговариваться. Хорошо. Мне тоже, аль-хамдалля, очень приятно. Аль-хамдалля, что мы вот так вот вышли в эфир. Конечно, ты меня перехвалил. То, что такое как бы авторитетно. Постараюсь оправдать, иншаллах. Да. Меня Асхад зовут, Гимадинов Асхад. Я являюсь имамом, хатыбом, мечети на Поклонной горе. Ну, как бы, аль-хамдалля, с пяти лет меня папа отдал в мадрася, в исламскую школу учился, я в Ульяновске. Потом уже дальше в Татарстане, в Альметьевске. И уже потом, на протяжении десяти лет, в Саудовской Аравии, в столице как раз, в Ар-Риаде учился. Университет короля Сауда закончил. Аль-хамдалля, как бы вот так вот. Сейчас уже с 2011 года здесь, в Москве. Имама, мы работаем в мечети на Поклонной горе. Ну, супер. Короче, главное, что не человек с улицы. Люди понимают, что это человек, кто там, имам мечети, а не просто я позвал какого-то непонятного человека, и сейчас буду вопросы задавать. И вот один из таких первых вопросов, которые обычно есть у людей, самый такой распространенный, они везде говорят, зачем, типа, ислам это самая молодая религия? И вот у них впечатление такое, что никогда раньше такой религии не было, и что Мухаммед принес какую-то новую религию, и что Аллах это вообще какой-то новый бог. Вот что бы вы на это могли сказать людям? Ну, во-первых, как название, как ислам, то есть когда говорят новая религия, молодая, мы тоже часто встречаемся с таким вопросами, как говорят, ислам это самая молодая религия, новая религия, последняя религия, так как бы, да, ислам это последняя религия, но все ее принципы ислама, они начинают с первого человека, с человека Адама, алейсерам, со времен Адама, с пророка Адама, потому что основа, то с чем пришел Мухаммед, с этим же приходил и Иисус, и Моисей, и Авраам, и все пророки-посланники, которые вообще насчитывают 124 тысячи пророков, из них 312 посланников было. И основная миссия у каждого пророка была объяснить людям, что Бог один, и об этом в Священном Писании, в Коране Всевышний сказал, в каждую из общин Всевышний сказал, я послал посланника из числа людей, дабы они призывали людей к единобожию, то есть молиться одному Богу. И отзывали от поклонения Ад-Тагут. Ад-Тагут это такое слово арабское, переводится как бы с арабского то, что человек сам обожествил помимо одного Бога. То есть кто-то там может быть обожествил какую-то там стену, кто-то какой-то камень обожествил, кто-то корову, кто-то там насекомых. Амулет какой-то, да? Амулет, человека и так далее. Это все является как бы таким Богом, который люди сами же своими руками, там своими идеями, своими пониманиями обожествили. А кто такой Аллах? Отвечая на этот вопрос, это некоторые тоже говорят, вот у нас Бог, у вас Аллах. Как там у буддистов, у вас свой Бог Будда, у индусов свой Бог Абрахма, у мусульбана свой Бог Аллах. Нет, Аллах это переводится как творец-создатель. По-английски там, пускай он называет гад, по-русски бог, там по-арабски Аллах. И даже если посмотреть на арабский текст, вот как пишет Аллах, да, вот, если справа налево писать, как я постараюсь так вот, палочка первая Алиф, потом Лям, еще одна Лям, и буква Ха. Вот даже если на ладошку посмотреть, примерно так Алиф, Лям, Лям и Ха. Почему именно как бы такое основное его имя Аллах? То есть сколько бы мы букв не убирали, указывает на единство. Если убрать первую букву Алиф, вот ты арабский знаешь, уже читается Ли-Ля-Ги, для Аллаха. Еще одну букву Лям убрать, переводится Ля-Гу, для него. Еще одну Лям убрать, Гу, он. То есть сколько бы не убирали, как бы буквы указывают на единство. Вот поэтому Аллах. Ну то есть это не какой-то Бог, которого раньше не было. Даже в Библии, насколько я знаю, которая на арабском языке, там в Библии на арабском тоже написано Аллах. Да? Так же приходит. Аллах или еще... Имеется как бы... Имеется как бы... У вас чуть наушники, наушники вы выключите, либо их это... Они потому что работают до сих пор. Да, то есть либо в них, либо без них, иначе они шумят. Все. Да. Так лучше, наверное. Да, да, да. Так хорошо. Вот. То есть, понятно, с этим разобрались, что, в принципе, просто так это на арабском называется это имя. Правильно? Что это не что-то новое, там, чего никогда раньше не было. Просто да. Нет, это основное имя Бога, Аллах. Но у него есть другие имена, там, милостивые, милосердные атрибуты его качества, да. То есть, девяносто девять имен, которые, как бы, из коронейших всех текстов мы читаем. Но основное имя, Исмуль-А'дам, великое имя Бога, это на арабском звучит как Аллах. А к чему вот призывали все пророки? Что они говорили? Почему? А чем, допустим, вот люди говорят, вот Мухаммад, да, он что-то другое принес? Они же, по сути, говорили все одно и то же. Правильно? Да. То есть, ничего нового, Мухаммад ничего нового не сказал. Он сказал все то же, что говорил Иисус и Моисей. Правильно? Ни с чем снова не пришел. Основная миссия – молитесь только одному Богу. То есть, на каждый период, например, Всевышний посылал посланника из числа людей, дабы вывести людей из поклонения, так, рабства, по отношению к людям, в поклонение одному Богу, к творцу. То есть, были фараоны, да, там, знаете, там, во время Авраама, во время Моисея, то есть, люди сами себя же обожествляли, заменяли себя богами, молитесь мне, только я ваш Бог, я ваш Господь, и так далее, как бы. То есть, творению, созданию, люди молились, поклонялись, а Всевышний Господь Бог, Аллах, посылал именно посланника, дабы вывести людей из поклонения рабу Божию к поклонению создателю людей, создателю всего человечества. Тогда вот... Ну, у каждого, у каждого, да, тоже, в Коране сказано, ликулли минхум джа'на ширатам ва мин хаджа. В каждой религии была своя, так скажем, молитвенная практика. То есть, христиане по-своему молились одному Богу. Иудеи по-своему молились одному Богу. То есть, в каждой... Так же и в исламе, то есть, мы так молимся, намаз читаем, там, христиане, там, во время Иисуса по-другому молились, во время Моисея по-своему молились. Но суть молиться одному Богу. Понял, понял. А вот какой тогда вот сейчас из-за того, что вот у всех есть доступ в интернет, и вот бывает в сети всплывают такие истории, типа, вот, Кавказы там, быдло, это значит все мусульмане такие, вот, ну, вот, постоянно они тему мусолют, пытаются выставить мусульманина в каком-то свете, что это какой-то варвар необразованный. А какой вообще должен быть вот нрав мусульманина? Вот какие качества должен обладать вот мусульманин? Можете перечислить? Чтобы люди поняли, что это не какой-то варвар. И чтобы пророк вообще этому не учил. Ну, есть такое, знаете, как бы даже у арабов такая поговорка Асаби Ак Муш Сава. Твои пальцы не все одинаковые. То есть рука одна, а пальцы все разные. Даже в каждом народе, в татарском народе есть и такие как бы люди, там, культурные, так скажем, у которых есть вот эта гылка, ахлак, нравственность красивая есть, у которых нету этой нравственности. В каждой семье, например, даже, да, воспитывается там 3-4 ребенка, у одного там нравственность получше, у другого хуже, и так далее. Там независимость от национальности, там, в Кавказе татарин, русский, там, это как бы, то есть в каждой семье это есть. Даже здесь такая, как бы, поговорка в семье не без уродов, да, как бы. Но здесь нрав пророка Мухаммада, то есть есть разница даже, если в общем взять, есть разница, мы должны понимать между исламом и мусульманом. То есть, то есть, даже знаю там, у нас друзья, там, в Германии, некоторые, которые ислам приняли и сказали, как бы, аль-хамм, для того, что я познакомился с исламом до того, как познакомился с мусульманами. То есть, если, например, даже, знаешь его, Сергей, например, взять, например, компанию «Мерседес», Геленваген такой дорогой, там, едет, там, весь такой тенинговый, машина там, 18 миллионов едет, и человек, вот я недавно вижу, смотрю, одного, второго, третьего, обгоняю, потом эта же машина перевернулась и в дребезги разбилась. Там, и все, как бы, она уже стоит 18 миллионов, 3 миллиона только, и цена. Здесь вопрос задается, вопрос в ком? В компании «Мерседес» или в водителе? Да. Именно водитель, неправильно водил машину в курсе. Поэтому здесь, как бы, так же, то есть, если, когда бывает мусульманин то или иное делает, то, например, вещи, которые противоречат исламу, противоречат канону, противоречат нравственности, не значит, что ислам такой-то. Значит, мусульманин, именно этот человек сам по себе, он такой, он, значит, не понял ислам, может быть, он понял, но он, как бы, мы не ангелы, да, то есть, есть кто-то там ошибается, кто-то себя правильно, кто-то в этот момент у него там отключается в понимании нравственности во время своего гнева, поэтому посланник Божий Мухаммад сказал, да, как лап, не гневайся. И он забывает ценность ислама, переходит уже на свои какие-то. Поэтому, нрав пророка Мухаммада, Всевышний Аллах в Коране его похвалил и сказал, Поистине ты на великом нраве, не просто на красивом, а на великом. Что же за великий нрав, когда Господь Бог, Аллах творит, Создатель Мухаммада говорит ему, что у тебя твой нрав великий. Спросили супругу, самый приближенный человек, это супруга, пророка Мухаммада, С.А. Какой же был нрав у посланника Аллаха, на что она ответила, Его нрав был Коран. Как будто Мухаммад, с.А. Ходящий в Коран. Всевышний Аллах говорит в Коране, например, проявляйте добро. Он делал это. Сами себя не уничтожайте своими же руками. То есть, и пророк Мухаммад, с.А. это все показывал на своем примере. То есть, показывал Коран, текст Корана, хранического текста, своими делами, своим действием. То есть, не только там, мы опять же нрав, например, бывает часто тоже, мусульмане, смотрят на ислам, как на практику. То есть, там, молиться побольше, поститься и так далее. Но, часто, некоторые забывают основное то, с чем послал Всевышний Аллах посланника. Пророк Мухаммад, с.А. сказал, Бу'исту Ли Утаммима Макарима Аль Ахляк. Меня Всевышний Аллах послал, дабы усовершенствовать благой нрав. Поэтому, как бы, посмотреть, то есть, это все наши, любые, там, скажем, поклонения, которые мы делаем, то есть, молитвенная практика, это как оболочка, под которым скрывается основа. Например, возьмем молитву. Мы молимся, да, там, к чему она призывает, там, к пунктуальности, к чистоте. То есть, пунктуальное время в молитве зашли, все, ты оставляешь, молишься, то есть, она воспитывает. Сейчас пост будет, Рамадан, к чему у нас, дабы быть щедрым, то есть, именно в это время, ты понимаешь, когда ты целый день не кушаешь, есть там у тебя братья, сестры, которые всю жизнь там голодают, там, да, там, ты им помогаешь, это тебя побуждает, как бы, так, также, например, проявляешь терпение, хадж, паломничество, тоже там нужно терпение. То есть, каждый, по плане закат, то есть, когда ты 2,5%, например, даешь, ежегодно обязательно выпал от вот этой заката. Например, ладно, если, например, там у тебя, скажем, миллионы, это ты сколько там, 25 тысяч рублей дашь, а если у тебя там, 100 миллионов, там уже тяжело расстаться с этим, но ты с этим расстаешься в пользу других. То есть, вот к этому тебе это все побуждает. То есть, основа, нрава, ага. То есть, люди, они думают, что вот закат, это когда они куда-то в храм относят, а по сути, это человек любому нуждающемуся может дать, правильно? Конечно, закат, да, нуждающимся, должнику закрыть его долги, потом, также дается путнику, то есть, восемь категорий есть в Куране, в суре Таубе сказано, на пути Всевышнего, то есть, то же самое туда идет, как храмы там дается, там, да, там, напечатать ту или иную литературу, на пути Всевышнего закат дается, там дается путнику, даже если он себя в городе там, нормально живет, но у него закончились деньги, то им можно закат выделить, дабы ему купить там билет, помочь до дома добраться. Муальна Хатя Кулюбугум, тот, чье сердце близко там, к религии, чтобы поддержать его, также, должникам там, закрыть долги. Фиррикат сейчас уже, как бы это не актуально, раньше, когда рабов держали на выкуп раба, чтобы освободить раба, опять ислам как бы, освобождает тебя от рабства, то есть, вот, к этому побуждает. Мне нравилась история, где, я уже не помню достоверно, но вы, вы точно ее знаете, когда его слуга, который прислуживал, он сказал, что за десять лет, он мне ни разу не сказал, типа, уф, почему ты сделал вот так, а не вот так. Как вот эта история? Да. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи ассалям, то есть, он ошибался бывал и так далее, и он, в чем-то там, то есть, даже на сегодняшний день, например, там, если посмотреть, да, но не слуга там, помощник, например, или там, кофе тебе не так заварил, там, например, тот, кому, там, у тебя работает, может там, за какую-то там мелочь, ты можешь его поругать, или еще что-то, или шофер там, не там повернул там, или еще что-то. У посланника, Аллаху алейхи ассалям, был такой, Анас бин Малик. Анас бин Малик, еще когда он переселился в Медину, его мама, он был маленьким тогда, и, кстати, это самый последний сподвижник пророка Мухаммада, который умер, Анас бин Малик. Каждый что-то, какие-то подарки давал, когда из миг в Медину переселился посланник Аллаху, саллаху алейхи ассалям. И мама, Анас бин Малик говорит, у меня ничего нет, но я своего сына даю тебе, чтобы он тебе служил. И когда он уже умер, после смерти уже, Анас бин Малик говорит, за всю свою жизнь, я постоянно служил посланник Аллаху, ни разу у меня даже замечания не сделал, не то, что ударил, ни разу замечания даже не сделал, хотя он ошибался. Я слышал, что еще можно историю им привести, кто, касаемо того, что даже по лицу ты не имеешь права даже животное бить. Да? То есть, по лицу даже не имеешь права бить животного. То есть, опять же, к чему это призывает себя к благому нраву? То есть, не то, что человек, а даже вот именно как бы даже животного нельзя ударить по лицу, как бы. То есть, как говорится, все знания в Куране они есть, там и математика есть, когда там, хочешь почитать наследство, как делить, да, там, там и география есть, местоположение, истории есть. И даже, а в чем Всевышний позаботился? Даже вот как сказали то, что даже животного нельзя по лицу ударить. Даже как к животному относиться Всевышний нас обучает. Да. В общем, еще тоже вот люди, они постоянно, у них вот такая претензия, что типа, мусульманские женщины, это несчастные женщины, что вот вы их укутали там в покрывало, и так далее. Хотя, это и даже христиане так говорят, хотя по сути, даже Дева Мария была покрыта, даже если на иконы посмотреть. Можете вообще объяснить, зачем женщине, мусульманке, носить хиджаб? Какой в этом смысл, какая в этом мудрость вообще? Вообще, хиджаб, это не что-то новое, опять же, не то, что, то есть, наши забывают, там люди забывают историю, думают только в исламе хиджаб. А если просто, даже просто так, просто на христианство, то есть у нас, например, если мусульманка не надела хиджаб, то есть не покрыла голову, не закрыла тело, да, она как бы за собой несет грех. В христианстве сказано, что ее нужно побрить на голову, если она не покрыла голову. Вот даже просто в Гоголе сейчас просто каждому сказали, вот Дева Мария, сразу она в хиджабе. И пониманию хиджаб, и даже, например, сейчас и монашки тоже, которые там в церкви служат, тоже они в хиджабы ходят. И это не новое понимание, не только в исламе, это еще, то есть религии сегодня авраамические, во время Авраама, Ибрагима алейсалям, иудеи знают, что такое хиджаб, они все это понимают. То есть, здесь вопрос просто, аль-хамду-ля, практикующий мусульман, он просто это практикует. Он понимает, что это повеление, и те набожные христиане, которые читают Библию, тоже понимают, что это повеление Божие, и иудеи также понимают, что повеление. И Всевышний Аллах в Коране сказал, в сураке лахзаб, я юганнаби, о пророк, обращение к пророку Мухаммаду, то есть, о пророк, скажи своим женам, скажи своим дочерям, и всем верующим женщинам, пусть они покрывают себя, если она как-то покрывала. Потом Всевышний пояснил, почему это будет лучше для них, дабы они были узнаваемы, и тем самым бы им не причиняли какой-то вред. И Всевышний Аллах, прощайся и милосердно. Что имеется ввиду под словами «не причиняли им вред». То есть, например, на сегодняшний день, если девушка там, например, она открыла, там, показала свою красоту, там, да, свои волосы, там, свое тело и так далее, фигуру там. То есть, раньше, когда были там варвары, нападали на эту девушку. Также на сегодняшний день, как скажем, чем больше откроет там свое тело девушка, тем больше как бы они плохо думают. То есть, нормальный умный человек, он плохо начинает о ней думать, не думать, что она там какая-то целомудренная и так далее. То есть, она вот это вот пока... Потом есть понимание такое, как сглаз. И то есть, поэтому даже если посмотреть, например, даже не на мусульман посмотреть, когда женщина беременна, она старается больше там, скрыть свой живот, одеть там подлинше, там, какой-то там балахон, там, какую-то кофту и так далее. Опять же, ближе что-то к хижабу, чтобы не сглазил и так далее. Я один раз задал вопрос, как бы девушка там закрыла свою голову и так далее, она была не мусульманка, а почему-то, дабы не сглазили ребенка и так далее. То есть, они понимают это подсознательно, как бы все люди. Опять же, мы должны понимать то, что... и думают на это позже, что вот она вся мусульманка закрытая, дома не сидит, она там старомодная, что-то средний век и так далее, хотя она может красиво одеваться, то есть, не одевать хижаб перед своим супругом, перед своим мужем, открывать честь тела перед своим братом, перед своим отцом и так далее. Украшаться, но украшаться для кого? Не для посторонних мужчин, а именно для своего супруга. Поэтому, почему даже вот опять же, работая имама в мечети, много разводов именно из-за того, что муж признавал жену, начался на этом фоне скандал, он ее ударил и так далее, и они развелись. То есть, почему? Потому что он ее признавал, когда она там показала свое тело, она там открыто ходит, и тот там посторонний мужчина на него посмотрел и так далее. И для женщин в исламе, наоборот, очень много, аль-хамду-ля, даже бывает, они больше получают, чем мужчины. Даже, посмотри, когда некая женится, женщина получает махр, то есть, ценный подарок вот этот, как калым, да, мужчины не получают от невесты. То есть, они бывают там большие, махр. Так же, тех или иных ситуаций бывает, когда она наследство больше берет, чем мужчина. Она не обязана работать. То есть, даже, например, посмотреть в мусульманской семье, если она хочет работать там, в женском коллективе, муж, если даст добро, она может работать там. Но зарплата, даже если она больше получает зарплату, чем ее муж, она не обязана тратить на семью, на мужа, на своих детей. Муж обязан полностью ее обеспечивать, ее детей и так далее. А это все, что она зарабатывает, это ее лично. Как хочет, так она его расходует. Потом, то есть, много наоборот, как бы она в комфорте, наоборот, в комфорте живет, как бы, хамдулли. Даже в Саудовской Аравии, сейчас вы посмотрите, когда мы учились, сейчас не знаю, как там, вот эти молы, есть же там, если посмотреть там, четырехэтажные молы, три этажа для женщин, правильно? Даже в Эмиратах, в Саудовской Аравии, там, те или иные одежды, там, для мужчин, там, один маленький этаж только сделали. Или там, бывает, даже там, отдельные дни для входа для женщин, то есть, их больше, чем для мужчин, там, для семейных. Сейчас не знаю, как раньше так было. То есть, по сути, даже с точки зрения наследства, даже права женщины в этом смысле урегулированы, что женщина не останется ни с чем. То есть, нет такой практики, если с точки зрения религии смотреть, и если брать именно человека, который прямо вот реально соблюдает, не то, как сейчас бывает, да, развелись и давай до свидания, с ребенком осталось ни с чем. А вот в исламе как? Можете объяснить, что женщина, наоборот, застрахована, грубо говоря? Застрахована. Именно вот этим вот ценным подарком, махром, если муж с женой развелся, там, да, как бы, то он ей обязан, как бы, не обратно не забирая вот этот ценный подарок, махр, который он ей дал. Потом на протяжении примерно три с половиной месяца он должен ее содержать. Даже если уже он с ней развелся, пока у нее этот цикл развода, вот эта, не закончится, он обязан ее там содержать, смотреть и так далее. Потом уже только, если она уже там, там уже прошел этот цикл и так далее, как бы, ну, если она за другого замуж уже выйдет, он не обязан ее там... Не, это да, это да. Я имею в виду именно в момент развода, в момент развода, там, по наследству и так далее, что женщина, она имеет право. Конечно, она берет, если муж на бумер, она берет, если я подскорничаю, то берет она одну четвертую часть, если у нее дети есть еще. А если детей нет, если дети есть, одну восьмую всего имущества, а остальное уже детям денется. То есть, как бы, она, как бы, наоборот, у нее много, аль-хамду-ля. То есть... И потом хиджаб, если посмотреть, это не какой-то, знаете, как бы, там, старый, там, такой, там, покрывал и так далее. Сейчас многие разные бренды, и даже если посмотреть, вот сейчас, в Париже, там, да, там, в других, в Италии, там, очень много, там, такие, именно, брендовые вещи, там, даже та же самая, вот, Армани, мне нравится, именно почему? Потому что у них стиль такой, похожий на мусульманский. У них много таких вещей, именно, как бы, прикрытые, то есть, и хиджабы тоже, там, они шьют, там, то есть, это отдельные пошивы бывают, то есть, из дорогих тканей, там, из итальянских тканей, брендов. То есть, это не просто какая-то, кто-то там, там, скажем, рубашку и так далее, там, какое-то открывало, там, одеяло. А как, вот, например, муж должен себя вести с женой? Вот, с точки зрения именно религии. У нас есть пример, как пророк себя вёл, вот это можете рассказать? Потому что они думают, что, типа, ударить жену, там, сразу наорать, это нормально. Да, да, да. Нет, вообще, был такой сподвижник, халифа, Умар ибн Хаттапа, второй правитель, после Абу-Бакр, когда посланник Аллаха умер, был правитель Абу-Бакр, потом ставил Умар. Вот он ещё при жизни посланника Аллаха, он, как бы, всегда затыкал свою супругу, но он сам по жизни, посмотреть, Умар, он отличался от других сподвижников, то есть, до исламу ещё он был таким, жёстким, таким, то есть, таким мощным, сильным, и во время ислама он только такой был справедливый, такой, без страха такой был, как бы, даже говорится, если он по одному пути шёл, сатана по другому пути шёл, то есть, боялся его. Он, что-то жена ему говорила, он всегда говорил, помолчи, женщина. И в один прекрасный момент его супруга не сдержалась, говорит, почему ты меня затыкаешь, Умар? Я слышал, как жёны посланник Аллаха, посланник Аллаха их слушает, и они слушают его, то есть, советуются, то есть, есть понимание, то есть, и они говорят, как бы, если посланник Аллаха так, то я тоже буду с тобой советоваться, тоже с тобой буду также общаться. Один раз, то есть, несмотря на его, когда он был правителем, халифы, да, несмотря на его вот это вот, мужество и так далее, он вышел на мимбар, то есть, на кафедру, и начал, как бы, обращаться к женщинам. В тот момент женщины очень много просили вот этот вот дар, свадебный дар, вот этот калым, вот этот махар. И тогда он обратился к женщине и сказал, Бойтесь Бога, меньше просите махар, то есть, многие жениться не могут из-за этого, что вы много калым просите. То есть, представляете, да, то есть, положение правитель, то есть, как президентом, то есть, несколько стран ему подчиняется, правитель всех мусульман встал, и это рассказывает еще не во времена пророка Мухаммада, когда распространился ислам там и в другие страны, и правитель всех мусульман говорит так, и одна женщина встает и говорит, почему ты так говоришь, Омар? Ты ошибаешься? То есть, и он ее слушает, говорит, и приводит аят из Корана. А не слышал ли ты аят, где Всевышний сказал, если бы вы дали даже своим супругам качество махара вот этого свадебного дара, кинтар, примерно 40-45 килограмм золота, то грамму даже себе не забирайте, а ты нам запрещаешь там, мы как хотим, столько просим. И тогда что сказал Омар? Сказал Сказала правду женщина, и ошибся Омар. Ошибся правительство. То есть, если все, то есть, у нее было право голоса. Даже поэтому посланник Аллаха сказал, то есть, вы с ними общаетесь, вы с ними советуете. То есть, семья исламская, мусульманская, то есть, как бы, у тебя супруга, у меня супруга есть, то есть, я ее слушаю что-то, мы советуем все, не так то, что все, это не рабыня там, я сказал и все, как бы нет, я ее мнение слушаю, она мое мнение слушает, но все равно последнее слово за мужем. Последнее слово, точка за мужем. Почему? Потому что кто-то должен принимать решения в семье. Даже я вот, когда с супругой своей там что-то общалась, то там этот, почему так это, я говорю, потому что все ответственность на мне, я не только за себя отвечаю, я за тебя отвечаю, за детей, то есть, то есть, ответственность на мне, даже вот на машине едет, она там штраф получила, она сразу мне, вот у меня штраф, оплати, пожалуйста, как бы, я говорю, да, вот теперь ты поняла, почему последнее слово. И мне еще нравится, что даже пророк говорил, что лучше из вас тот, кто хорошо относится к своим женам, а я, говорит, лучше всех вас отношусь к своим женам. Да. Хайрукум, 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 линсайдаскар, он лучше относится к своим женам, я самый лучший из тех, кто относится к своим женам. То есть, даже вот, если посмотреть, у него была одна из супруг, Аиша. Аиша, дочь Абу Бакар, первого правителя. В тот же момент, у пророка Мухаммада была супруга Хафса. Хафса, она дочь Умара. И Аиша, она самая ревнивая жена была у него. То есть, она была, сплывала, ночью просыпалась, если пророка рядом не было, она ходила, искала его. То есть, наверное, может быть, он у другой семьи, и так далее. Но один раз она так проснулась, и начала ходить искать его, и увидела его застало в мечети. Его пятки раскололись от того, что он молился благодаря Богу. То есть, тогда она потом спросила, почему ты молишься столько по ночам, ведь Господь Бог Аллах же тебе все грехи простил. То есть, пророки, они безгрешны. На что он сказал, неужто я буду неблагодарна Богу? То есть, я молюсь не потому, что я именно молюсь, дабы благодарить Аллаха за то, что он мне дал. И вот, один момент, она так сильно приревновала, а он, посланник Аллаха, с ней как бы, она младше его была, он с ней играл там, бывал там, наперегонки с ней бегал, обогнал, поддался ей специально. На следующий раз, он ее обогнал и дальше шутил. Говорит, это тебе за прошлый раз. Вот так вот себя вел. Поэтому его супруга говорит, он дома, он хотя посланник, да, на нем такая миссия была. Пророчество, послание, там и битвы были, там, да, и нужно ему принимать, то есть, те или иные решения государства. Но, однако, супруга говорит, он был в доме, мужем для жены, отцом для детей. То есть, несмотря на то, что он посланник Аллаха, саллаху алейсалям. И один раз, она его сильно приревновала к Хафсе. И так она его приревновала, взяла посуду, и кинула в ноги посланника Аллаха, саллаху алейсалям, в ноги пророка Мухаммада, и кинула это перед своим отцом, Абу Бакрам, и перед отцом той, кому она его приняла, перед отцом Хафсе, Умаром. Умаром. Я этот вопрос задал, что есть такой, шейх Юсуф Аль-Бахуф, он в Мекке, в Муфтии, в мечети Аль-Харам, наш близкий брат, он говорит, я говорю, что вы сделали, шейх Юсуф? Он мне говорит, по-честному, да, я бы развелся бы. Потому что у арабов, если жена кидает посуду в ноги, это хуже этого нету, то есть оскорбление для мужчин. А посланник Аллаха что, взял и говорит, ваша мама заревновала, и дальше ушел. Такое было легкое познание, то есть легко относился к этому. Понял, понял. А вот про молитву, вы сказали, что вот он молился, и у людей, даже у этнических мусульман, они говорят, я вот начну молиться, когда время будет, типа, когда старый стану. Вот, вообще, пять раз в день молиться, это сложно, или это легко, и вообще зачем это делать, почему нельзя, вот как некоторые говорят, просто верить в сердце? Мне очень понравился, сейчас мы с точки зрения канонической подойдем к этому, но один ответ мне очень египетского одного ученого понравился. Он говорит, представь, что Бог, что человек тебе дал двадцать четыре тысячи долларов бесплатно, и просит обратно у тебя тысячу долларов, а ты ему не отдаешь. На следующий день, он тебе пять, два, четыре тысячи долларов дает, и говорит, а тысячи дай мне долларов всего лишь, ты ему не отдаешь. И так постоянно. Что я имею в виду? Бог нам дал двадцать четыре часа в подарок, просит о замене один час. Я это уже максимум говорю, потому что один намаз почитать, вот сейчас пять минут времени нужно. Если даже на пять умножить, там это двадцать пять минут, пускай полчаса, но даже с максимум час, если взять, это не в одно время час нужно уделить, а на протяжении дня. Человек должен как бы, понимая, что Бог его сотворил, то, что Аллах ему дает пропитание, то есть, все в руках Кварца Создателя, к нему наше возвращение, и это молитвы, Аллах, мы должны понимать, что он в этом не нуждается. То есть, Аллах не обеднеет, если человек не будет молиться. Аллах не станет богаче, если человек будет молиться. То есть, это опять же нам же в пользу. Почему? Потому что, во-первых, Аллах в Коране говорит, Молитва запрещает человеку все дурное. Например, Аллах в Коране сказал, еще на тот период, когда был запрет вот этого питья вина, то есть, он был постепенный, потому что во время Джагилии, то есть, до исламского периода, арабы очень много пили вот этого вино. Первый запрет, когда Всевышний сказал, не приближайтесь к молитве, если вы опьянели. То есть, до тех пор, пока не будете основать то, что вы говорите, то, что вы читаете. То есть, даже если не дай Бог, не дай Аллах, если мусульманин там выпил, да, и он молится, и он пьяный, ему нельзя молиться в этот момент. То есть, должно быть уважение к этой, как бы к молитве. Но опять же, если человек, молитва, вот этот аят, где Всевышний говорит, отдаляет от всего запретного, человек, перед тем, как он выпьет и согрешит, он должен понимать, что сейчас будет молитва, как я буду молиться, как я могу оставить. То есть, это его отдаляет от грехов. Это раз. Второе, успокаивает его душу. Всевышний говорит, когда человек вспоминает Всевышнего, душа его успокаивается, сердце его успокаивается. У любого молящего, спросите, как только он прочитал молитву, он сразу успокаивается. Поэтому, посланник Аллаха, сказал, то есть, именно вот это наслаждение, то, что радует мои глаза, мою душу, это именно было в молитве. Молитва, это обращение к Богу. То есть, если, представьте, каждому из нас была бы возможность обратиться к президенту пять раз в день. Не то, что пять раз в день, а раз в месяц даже, он как бы готовился. А Всевышний, Господь Творец, создавший всего и вся, он дает возможность обратиться к Нему пять раз в день. То есть, молись. Поэтому, как говорят, если ты хочешь обратиться к Богу, молись. Если хочешь услышать в отношении к себе обращение к Богу, то читай Коран. Там есть обращение к человеку. И вот, само слово ассаля переводится как связь. Например, сила, Силятур-Рахм. Да, связь, поддерживать связь. Именно с сила, само слово. Связь с родственниками. Или по-арабски Звонок. Опять саля. То есть, звонок имеет в виду связь. То есть, вот это вот именно связь с Богом. Да, когда ты веришь, например, я опять же говорю человеку, например, который приходит в мечеть, бывает, но не практикующий, не молит. Я говорю, как ты можешь верить? Значит, ты не веришь. Я говорю, почему? Посмотри, открой Коран. Ты мусульманин, да. Ты веришь в Аллах, да. ты должен подтверждать все, что он говорит в праве. Конечно. Я говорю, Аллах тебе говоритmiyor. Приказывает. Молись. Аллах не говорит, молись,werшь. А ты получается, тебе будет, альный творец, Создатель. Если ты в него поверил, должен верить в то, что он тебе говорит фильму. Потом, если, например, понимать по-своему. Ну, как понять по-своему, я верю Богу, или по-своему молюсь? То есть, получается, множество разные какие-то новые религии будут и так далее, как бы, построены на разуме, не на небесном писании, а на человеке. Это по-своему молится, это по-своему. Но мы должны молиться так, как хочет наш Создатель, Творец. Я тоже всегда говорю, например, такой пример привожу опять с автомобилем. Там, например, ты купил машину, пускай тоже самый Мерседес, да, у тебя там есть сервисная книжка в бардачке, и там написано, там, через 15 тысяч километров нужно сделать первое ТО. через, там, 32-ое и так далее. Если ты не будешь этому следовать, там, 15 тысяч прошло, у тебя что уже, там, двигатель стукнул, там, колодки стерлись, твоя машина уже не нужна, берешь и выкидываешь. Почему? Потому что не следовал рекомендации производителя. А наш производитель, Творец-Создатель, он знает, что нам нужно, как Аллах в Коране говорит, Аллах лучше знает вас. Почему? Ведь Он вас сотворил из земли. Аллах нам напоминает, кем мы были. Вы были зародышами в утробе ваших матерей, ни о чем не знали. То есть, если даже человек молит в пятый день, никак не сможет отблагодарить Аллаха. Ну, это такое, скажем, маленькое какое-то действие, мы что-то от себя чуть-чуть делали. Поэтому, при этом, мы должны понимать, что Господь Бог, Аллах в этом не нуждается, а мы же в этом нуждаемся. Потом, например, на протяжении суток, почему опять молитвой мы говорим, да? На протяжении суток, например, бывают другие виды людей. Я молюсь, но я не пять раз в день молюсь, а один раз утром, когда просыпаюсь, молитву читаю, или вечером там два раза в день, утром и вечером пошел на работу, и на протяжении суток человек поддается соблазному. Поэтому именно это время, почему Аллах сделал пять? То есть, на протяжении суток, чтобы человек остановился, ага, сейчас нужно вспомнить о Боге. Когда человек вспоминает о Боге, молится, и его душа успокаивается, он возвращается, и это его, опять же, тормозит такой, как бы, знаешь, стопор такой, ага, это запрещено, делать не нужно. Так вот это благое я должен делать. То есть, он зарядился, как бы, заряд такой получил, и именно это его на протяжении дня останавливает, дабы совершить то или иное плохое действие. Как бы вот это вот так, скажем, вкратце. Поэтому это основное, это второй столб ислама после веры. И я тоже всегда говорю, значит, если человек, например, получается, если он не молится, а говорит, я верю в Бога, значит, он не поверил в Бога. Потому что если поверил бы, он бы тогда должен понимать, что твой Бог, к которому ты поверил, тебе приказывает молиться. А что вот, значит, для людей оскорбительно, когда им говоришь, что вот, там, например, в Коране люди называются рабами, так что раб Бога. И для кого-то это оскорбительно, задевает гордость. Он думает, как это я буду чьим-то рабом. Вот вы можете объяснить, что значит, с точки зрения ислама, быть рабом Бога? Что это значит? И почему так называется, как вы считаете? Очень полезный вопрос. Почему? Потому что, да, человек, он привык к свободе. И когда слышит слово раб, что, какой я раб, я свободный человек, что хочу, то есть, совершаю. Какая высказана тоже одного из ученых, он красиво сказал, говорит, когда человек не следует, там, по велению Божьему, и перед тем самым, говорит, я не раб, он следует, он становится рабом своих страстей. То есть, он раб, по-любому. То есть, мы, в любом случае, раб, что это, то есть, ты зависишь от Бога. Любой человек не может, там, двое суток без еды прожить, без воды, без сна. Потому что, так тебя Бог сотворил, и ты зависишь от этого. Это раз. То есть, соглашается человек с этим или нет, он раб Божий. Это раз. Второе. Что понимание раба? То есть, человек, например, если он не является рабом Божиим, то есть, например, человеку говоришь там, то есть, бывает там, какой-то он то или иное грех совершает, говорит, я там, свободный человек. Хорошо, но тем самым, совершая тот или иной грех, ты подчиняешься своим страстям. Ты слабый человек. Ты раб своих страстей. Ты у них на поводу идешь. Страсть тебе говорит, там, выпей страсти, я говорю, там, оставь молитву, страсть тебе побуждать, там, курить и так далее. Такой образ жизни. Ты слабый человек. Ты хочешь, хоть ты раб, поддался своим страстям. Можно быть свободным, не поддаваться своим страстям. Можно быть сверх свободным, не думать даже об этом, о греховном. Понимание раба с точки зрения Ислама, посланник Аллаха, саламу алейхи саламу, в Исламе нету монашества. То есть, ислам, рабом быть Божьим, не знаете, нету такого понимания, что сидеть в мечети 24 часа и ничего не делать, да, там. Раб, а что такое же быть рабом? Что такое религия? Посланник Аллах сказал, абину тааму. Религия – это взаимоотношения. Первое взаимоотношение между человеком и Творцом, то есть, именно в качестве молитвы, поста, тех иных постулатах. Взаимоотношения между, там, в семье, с родителями, с детьми, с соседями, как себя вести, с другими конфессиями. Даже, вот как сказали, там, к животным, как относиться, даже вот, Всевышний нам показывает, то есть, обучает. То есть, и мусульманин, понимание, вот этот раб, не только в мечети он должен вести себя, как мусульманин, а вышел за пределы мечети, как хочет себя, нет. Это образ жизни постоянно, в торговле, в бизнесе и так далее. То есть, ты везде должен показывать, что ты именно раб Божий. То есть, и это фахар. Для верующего, это наоборот, как сказать, почет, быть рабом Божьим, быть рабом Творца, Создателя Аллаха. Это я, когда, это когда я только сюда переехал, в Медину, я удивился, вот у меня хозяин, квартира живет на первом этаже. И он мне, я не знаю, уже, наверное, раз десять принес еду. И я, даже уже семь лет в исламе, я подумал, блин, какой же я беспонтовый сосед. Что я вообще, что я вообще, получается, не понял принцип того, каким должен быть сосед мусульманин. А он мне, там, у меня что-то случилось, там, я не знаю, там, в магазин я не сходил, он раз там, как будто он чувствует. И он раз принес еды, раз фруктов принес, раз воду принес. Я был, нифига себе, я в шоке был, реально. Да, да. Даже с точки зрения ислама, в фикхе, да, есть такое понимание, нельзя продавать квартиру, пока не посоветуюсь соседам. То есть, перед тем, как ты хочешь продать, ты должен спросить, например, может быть, предложить соседям, может быть, ваш родственник кто-то хочет купить, кого бы ты хотел видеть, и в своей соседе. Потом, если не то же, потом другим уже предлагаешь. Поэтому, как говорится, если даже у тебя сосед мусульман, ахамду ля, даже ты должен быть безопасным. Именно практикующий, тот, который именно правильно. Да, если даже, по-моему, хадис, что от зла мусульманина должен быть сосед безопасный, аль-мусульмумен салима аль-мусульмумуна мили салиму аяди, как говорится. То есть, мусульмане, тот, который окружающие люди, от его языка, от его руки, они в безопасности. И также, посланник Аллахан сказал, ман кань юмину биллахи вал яуми ахир, фаль юкрим джаара. То, кто верит в Аллаха и в день суда, то пусть он, именно, щедро обращается к своему соседу. То есть, вот то, что тут фрук. А, еще, есть такой хадис, где говорит, я так часто слышал о добром отношении к соседям, что я думал, что их включат в наследство, да, по-моему, тоже есть. Да, 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 тоже есть такой хадис, наш Аллах. Да уж. А как вот, по поводу затворничества, вы сказали, как тогда ислам относится к работе? То есть, каким должен быть человек? Молиться постоянно дома или вот все-таки быть активным, пользу приносить какую-то людям? Как это вообще? Вот даже вот, посмотреть закат, если, то есть, Аллах повелевает нам выплачивать закат, чтобы был закат, это должен быть мисад, то есть, с чего дается закат, вот это обязательно выплачено. Если, так, если два с половиной, то есть, процента с, если на наши, сейчас посмотреть, это примерно, я уже на золото показываю сразу, где-то 250 тысяч у тебя в год должно быть свободных денег, вот с этого ты даешь, это минимальная сумма. Чтобы ее заработать, нужно быть активным, нужно что-то делать там и так далее. Это не оборотные деньги, те, которые у тебя вот как бы именно есть. Это 85 грамм золота, вот это вот, как бы, минимально закат. То есть, если ты, Аллах говорит, побуждает давать закат, значит, ты должен быть активным, должен работать, должен что-то делать, то есть, как во время умра, опять один сидел в мечети, только молился, ничего не делал, сказано, взял за шкирку Умар и сказал ему, иди работай, не дают дождь, ни золотом, ни серебром. То есть, ты должен что-то от тебя делать, зарабатывать, работать, а как бы, наоборот, как бы, поэтому ты должен обеспечивать, чтобы жениться, там, да, ты должен провести, там, никах, свадьбу, то есть, подарить подарок, там, потом дальше детей, опять же, кто должен содержать, не жена, как часто бывает, там, да, вообще, в некоторых семьях, там, вот, мы пополам делим бюджет, супруга зарабатывает, я зарабатываю, она с половиной, я с половиной, как бы, она милостивен дает, можно сказать, и должен полностью содержать, да, как бы, опять мужчина должен работать, а рижаль у калла, он не вся мужчина является, добычей, головой семьи. Это даже, что походку у пророка была, что он всегда двигался очень быстро, активно. Да, чтобы успеть то или иное, как бы сделать, альхаммурлию. Сподвижники очень много, были, как бы, торговцами, бизнесменами, такие, Русман, там, Радаллаху Айн, другие сподвижники, Абдурахман бен Ауф, то есть, такие очень, даже когда он переселился в Медину, из Мекки были мухаджиры, жители Мекки, и ансары, жители Медина. Когда Абдурахман бен Ауф, переселился, он что, то есть, брат наш пришел из другого города, хотел ему помочь. Он говорит, я тебе, у меня, все богатство, половина, я тебе его дарю, ты мой брат, как в переселении. У меня два сада есть, один из них я тебе отдаю. Но Абдурахман бен Ауф, он не хотел на, как бы, на имущество брата нажиться, он что, он говорит, спасибо, брат, ну покажи мне, дуллина аляссук, покажи мне, где у вас тот рынок. То есть, я сам заработаю, как в Медине, и там-то, и, то есть, много помогал, там, нуждающимся и так далее. Тут даже есть фраза, что самые лучшие из людей, это самые полезные, да? Или это, это в Коране, по-моему, приводится, да? Это хадис, да, хадис пророку Мухаммад, саллаху саллаху салям, анфа'ун нас, а хайрун нас, анфа'у лин нас, лучшие из людей, которые более полезные люди. Да. Что люди не понимают, что даже, вот даже убрать с дороги препятствия, это как доброе дело считается, да? Конечно. Убрать то, что препятствует на дороге, это тоже доброе дело. Даже ты улыбаешься в лицо брата, это тоже полезное дело. А как вот многие тоже говорят, что мусульмане не признают других пророков, мол, и так далее. Как вот в исламе мусульмане относятся к Иисусу? Да, ну, опять же, когда говорят, что мусульмане не признают пророков, это ложная информация. Потому что у нас четкий аят есть в Коране. Мы не разъединяем, то есть не делим ни одного из посланников. И один из толпов веры, из шести толпов, это вера в посланник. Если, например, мусульманин скажет, что я не верю, что Иисус является рабом и посланником Божиим, то есть что он посланник Аллаха, тем самым он выходит автоматически из религии. Почему? Потому что Аллах говорит, что он посланник, он пророк. Мы Иисуса любим больше, чем самих себя, чем свои семьи. Но, однако, мы единственное не говорим о нем, то, что он сам себе не скажет, то, что он Бог или Сын Божий, или объект поклонения. Он призывал так же, как Мухаммад, молитесь одному Богу, как и Моисея, молитесь одному Богу, не обрисовывайте меня, обрисовывайте только Богу. Вот мы относимся к Иисусу как посланнику Божьему, как пророку, как любимому созданию Бога, Аллаха. Единственное, мы не говорим, что он Бог. Единственное, мы не говорим, что он Сын Божий, что он объект поклонения. Мы также верим в то, что Как Аллах в Коране говорит Его не убили, его не распяли Им показалось Аллах его вознес к себе Иисус он на небесах И перед концом света Он вернется на землю Вернется на землю Он предпоследний посланник Божий Как пророк, как посланник Как и к Моисею относимся И к другим пророкам, и к другим посланникам Мы говорим, что он пророк и он посланник Понял А вот тоже люди часто спрашивают Мол, если Бог есть, почему он не создал Тогда одну религию и всех людей Не сделал верующими Типа, почему так произошло Возмущаются Когда первого человека Аллах сотворил Адама, нашего отца И Тогда Адам увидел Что вообще в человечестве Будет В человечестве будет Тот, который будет Более сильнее испытан И Такие же будут Как бы создать Люди, которые испытания меньше И тогда он Задал вопрос Аллаху и сказал О Господь, о Аллах Если бы ты всех сделал бы одинаковым На что он сказал Я Адам Я люблю, когда меня благодарят Как Бог, Аллах любит Когда его благодарит Тот, кому Аллах дал Все благое И меньше его испытывает Благодарит его Как же Бог любит Аллах любит Когда человек проявляет терпение Тому, кому пришло то или иное испытание То есть, поэтому Когда мы говорим Например Даже если посмотреть Если Например Там богатый человек И бедный Да, как бы И человек думает То есть Своим разумом То есть Вот этот испытанный Бедный Хотя Понимает Там Верующий человек понимает Не только бедный И богатый И богатый Аллах его испытывает Поделится он или нет То есть С него будет спрос То есть А если Этого испытывают Проявит он Нетерпение или нет У каждого Своё испытание То есть Это раз Второе Почему Не одна религия То есть Религия Мы сказали То есть Опять же Когда начинали То есть Ислам Первая религия Нет Ислам Это Переводится Как покорность Богу Христианство Которое время Тоже покорность Богу Иудаизм И так далее Все Основа Она одна Но На тот или иной Период Именно вот эта Практика Она была Именно как бы Так скажем Присуща Для того времени Там например Во время Иисуса Иисуса Была развита Медицина И он Как бы У него были свои Муаджиза Чудеса Которые он мог Вытворять Дабы люди поверили Богу Мог там Иисус Иисус Как в Коране Он мог лечить От болезни Кожи Он восстанавливал зрение Тем людям Которые родились Без зрения То есть Это не Ана Не слепой Который при жизни Потерял А который родился Слепым Иисус мог восстанавливать С Божьей помощью Давать ему зрение Ни одна медицина Не могла И не может Дать человеку зрение Который родился Слепым Если при жизни Потерял Может быть Через сотни операций Чуть-чуть Может восстановиться А может быть И нет А Иисус Он мог Как бы Это делать Тоже сам мог Оживлять Мертвого Иисус В Коране Сказано Опять же С помощью Бога Это было Как чудо Во время Моисея Муса То есть Было развито Колдовство А у Моисея Там был постах Руку поднимал Она там светилась Не будем сейчас Эти тонкие детали То есть На тот период Это было актуально Ислам Это последняя религия Она актуальна Со времен пророка И на сегодняшний день Тоже актуальна То есть Может быть Если были монахи Апостолы Во время Иисуса На то время Было актуально Сейчас например Когда вот Развитие Аллах Знал заранее Что актуально будет В исламе Как бы Нет вот этого Монашества Оно сейчас Актуально То есть Аллах По своему Пониманию По своим знаниям Великим Узнал Что актуально На тот или иной Период Это раз Второе То что Почему Как бы Мы говорим Как бы Аллах Менял ту или иную Религию То есть Основа не менялась Единобожия Но когда люди Искажали Например Скажем Когда искали Псалты Когда там Тору И так далее Когда Поменял там Евангелие То есть Это уже Рукописи людей То есть От Варнава От Иоан От Иуда От Луки Это все Люди Написано То есть Исказилась Основа То есть Основа Слова Божьей Аллах Посла Последнее Писание Коран И Всевышний Сказал Я не спасал Упоминание Корана И я буду Его оберегать До судного дня И одна Букавка За 1400 лет Не исказилась И не будет искажена То есть И в Африке И в Мусульмане И в России В Саудовской В Америке Один и тот же Коран читают Никогда мы не услышим Коран от Магомеда Коран от Сергея От Асхаты Один Коран Только от Бога От Аллаха Мне нравилось Что там Две вещи То что Во-первых В Коране Даже вот этот аят Приводится Где Если бы Я хотел Та Всевышний Я бы сделал Всех людей Единой общиной Или как он звучит Да Если бы хотел Всевышний Аллах Я сделал Для уммата Вахидин Но однако Люди Они разногласят То есть Будут всегда Разногласить Поэтому Всевышний Аллах Сотворил Если бы хотел Все были бы Люди Одной единой общиной И так оно было Единой общиной Во время Ноя Во время Нуха И до Нуха Как Всевышний Валяки Нихталяфу Говорит Люди были Единой общиной Потом они Стали разногласими То есть И не только Разногласия То есть До Пророка Ноя Как говорили Ноя в ковчег Нуха А единой общиной Был один язык Одно Поднимание То есть Одни Принципы Принципы То есть Примерно Одного Внешний облик Был То есть Как одна община Потом уже Когда начали Разногласия То есть У Нори Был Сыновья Сам Яфит То есть Уже Пошли От одного Пошли Азиаты От другого Пошли Европейцы То есть И вот так Вот именно Начали Разногласия Но опять же Если сейчас Посмотреть Про ислам Он актуально Как и Европе В Африке Это Объединяет Вокруг Это Все Объединяет Мне еще Нравится То что В Коране Даже Людям Бросается Вызов Что мол Если вы Считаете Что это Писание Которое Написано Придумано Людьми То попробуйте Хотя бы Одну строчку Сочинить И призвать Кого-то К этому Как раз Это было чудо Когда мы Говорим Про чудеса Как и Даровано Посланникам То есть То же самое Во время Иисуса Когда была Развита Медицина Вот это чудо Было Что он мог Оживлять Лечить Во время Моисея Когда было Сильно развито Колдовство Колдуны были Да Даже Вообще За всю историю Колдовства Это было Самое сильное Колдовство Это Фараон Во время Фараона То есть Оно до сих пор Те люди Которые лечат Через Куран Они говорят То что Самое сильное Колдовство Еще есть Со времен Фараонов Осталось Барокко Магрин И То есть Представляете Такое Во время Моисея Пришло Подумано Что Моисей Когда поднимал Руку Она белая Становилась У него посох Был маленький Фараон Собрал Всех сильнейших Колдунов Там Тысячи Было Говорится Тысячи Две тысячи В другом Товсере Говорится Колдунов И Они Первый Вопрос Задали Фараону То есть Тому Который Себя Возомнил Богом Который Был Правитель Их Их Господом Так Можно Сказать То есть Если мы Победим Колдовство Моисея Мы будем Лететь Приближенными То есть Для нас Будет Какая-то Награда Если Мы Победим На что Фараон Сказал Да Вы будете Приближенными То есть Ко мне Самым Близким Людьми Будет Когда они Обратились К Моисею Сказали Что Моисею Говорит Маленькая Палочка Была На которой Она Блокачивалась А у них Большие Такие Посохи Или Мы Кинем Или Ты Начинай Кидать Тогда Моисея Сказал Вы Кидайте Когда Они Кинули И тогда Показалось То есть Именно Не превратилось А сказано В Коране Показалось Моисею И всем Остальным То что Их Посохи Их Веревки Превратились Ползучие Змеи А сами Колдуны Видели Что Это Змеи Как Были Посохи Так Остались Но Однако Ему Показалось Моисею Показалось Фараон И так Далее И Моисей Тогда Напугался Всевышний Аллах Ему Сказал Бог Сказал Кинь То что Твоей Правой Руке Вот Эту Маленькую Палочку И Это Победит То что Они Сделали Поистине Колдуны Никогда Не преуспеют И когда Он кинул Эту палку С повелением Господа Миров Она превратилась Уже В настоящую Змею То есть Не показалось А именно Змею И тогда Представляете Маленькая Змейка Пожирает Тысяча Больших Посох Куда Это Поместить И тогда Колдуны Пали Ниц Сделали Зеленой Поклон Мы Уверили Господа Миров Господа Моисея И Харона То есть Когда Сказали Мы Самые Сильнейшие Колдуны Сильнее Нас Он Не Колдун И Во время Мухаммада Как раз Подходя К этому вопросу Которого задали То что Всевышний Аллах Сказал Какое же чудо Было Во время Пророка Мухаммада Мухаммад Не мог читать Не мог писать Был пророком Умми Не мог читать Он даже Был писцы Которые писали И вдруг Он зачитал Коран Вдруг Он зачитал Коран А Есть даже Такая голова В Коране Сура Называется Ащуара Пайеты И На сегодня В Эмиратах Есть такая Передача Миллион дирхамов Разыгрывают За самый лучший стих Король Правитель Шейх Султан Улетает В другую страну На сегодня Прилетает Через неделю Через две Приближенные Самый лучший подарок У них все есть Все богатство есть Их ничем не удивишь А чем их можно удивить На сегодня Красивым Именно для него Вот этот стих Который Придумывают Ради него Вот этот приближенный И встречают В аэропорту Такими стихами Он раздает Подарки И так далее То есть Они очень арабы Такой красноречивый Такой арабский язык И они очень любят Именно вот эти вот Поэмы Стихи И вдруг Мухаммад Во времена Когда были сильнейшие поэты Зачитал Коран Тот человек Который мог писать Не мог читать И Всевышний Аллах сказал Коране Они говорят То что ты его придумал То есть Коран Скажи им Если я его придумал То вы придумайте Подобно Корану Хотя бы Одну главу Не надо Весь Коран Придумать Одну главу Одну суру При этом Простите помощи У всех Идолов Которому Вы поклоняетесь Если вы Правдивы Но Как это не случилось За 1400 лет Никто не мог Придумать Подобно Корану Не то что Там Коран Даже Одну главу Потом Что только Не хотели Сделать С Кораном В протяжении Стории Книги Сжигали Прятали И так далее Но он Не затерялся Почему Потому что Всевышний Сказал Коран Это разъясняющее Знамение В сердцах Обладатели Знаний Если вы Миллионы Людей Которые Корки Знают Коран Коран То есть Даже Если все Книги Убрать Он Не исчезнет Коран Знает Наизусть Он в сердцах Он в груди Обладатели Знания Говорит Всевышний Создатель Творец Поэтому Аллах Поклялся И сказал Поистине Я не спасал Коран И я буду Его оберегать Это к слову О том Что Человеку Нужно Постоянно Знания Читать Постоянно Это мне понравилось Я когда только Ислам изучал Фраза такая Что не следуй За тем О чем у тебя Нет знания Поистине Слух Зрение И сердце Все будут Об этом Спрошены Что побуждают Человека Чтобы он Если не знает То хотя бы Искал истину Начал читать Чтобы вообще Добраться до сути А у нас люди Вот так рукой Махают Что знаю То знаю Поэтому Может быть Какие вот есть Достоинства человека Кто читает Кто знает Кто пытается узнать Докопаться до правды Всевышний говорит В Коране Скажи Мухаммад Могут ли быть Одинаковые Знающие И не знающие То есть Задает вопрос И тут же Человек понимает Ответ То что Они не одинаковые Также Всевышний сказал Спрашивайте Обладатели знаний Если вы не знаете То есть Опять же Обладатели знаний Например В той или иной На сегодняшний день Даже вирус Кому люди обращаются К обладателю знаний К медикам К профессорам И так далее Побуждают нас религию У них узнавать Например Машину нужно починить Кому Ты идешь К обладателю знаний К механику К слесарю И так далее Даже В религии Обладатели знаний Это те Которые изучали Ислам Которые учились Опять же Знания Ислама Которые Передавались По цепочке От пророка Потом с подвижниками Так как оно Сейчас передается Это не те знания Которые в интернете Как на сегодняшний день Или в ватсапе Один Что-то прочитал И не проверил Достоверную информацию Или нет И потом кидает И говорит Это знания Это не те знания Которые там Об исламе Которые показывают По телевизору По СМИ Как раньше Вот помните Там Когда еще раньше Было там Ну говорили Там сейчас Слава Богу Как бы такого нет Но говорили Вот типа Ислам Это там Религия Террористов И так далее Если посмотреть Даже например Когда даже Наш президент Сказал То есть Есть понимание Мусульманин Есть понимание Христианин Иудей Есть понимание Террористов У него нету Религии У него нету Наций И так далее Это разные вещи Тут никакой связи нет Но самое Что обидное Но Когда вот Эти разные Там взрывы Происходили Говорили Тогда Вот помните Там говорили Поезд шахида Такое слово Говорили там Шахид Кто взорвал Метро Там Он шахид Взорвал автобус Шахид Ни один мусульманин Практикующий Ни один имам Я гарантирую Ни один имам Во всем мире Около Примерно Двух миллиардов Почти мусульман Никогда не говорил Тот кто убил Там человека Взорвал Метро Взорвал автобус Он шахид Он Шахид Что это имеется ввиду Это для мусульманин Святое слово Шахид Это тот кто умер Защищая свою Семью То есть например Человеку Кому-то Врывались в дом Его грабить У него дети Семья и так далее Он защищал свою семью И умер Вот это шахид Шахид Тот кто Свою религию защищал Когда например На него напали Начали воевать Из-за его же религии Он защищал свою религию Умер Вот это шахид Шахид Это тот который Защищал там Свою Свою территорию И так далее Вот это шахид То есть это Святое слово Для Мусульманин А по СМИ Что говорили По телевизору Вот Согласно религии То кто взорвал Он шахид Он в раю Ни один мусульманин Не посоветовались Когда они С имамами Как бы И спросили Так и это нет От себя взяли И сказали То есть опять же Какой-то там Ненормальный Пошел Убил Взорвал И так далее И на его Как бы Ему сами дали Так то что он шахид То что он в раю С точки зрения ислама Вообще Это Ислам это одно И это другое Это разные вещи Вот это мы не должны Как бы путать Наоборот Я же по-моему А я Что тот кто Одного Невинного Да Или невиновного Как звучит это Да В Коране Сказал То кто убил Всевышний говорит Смотрите Неверующий А вообще Душу убил То есть Просто так То есть Это То есть Как бы Не по праву Просто так взял Убил человека Как имеется ввиду Не по праву Чтобы люди Сейчас поняли Потому что Мы вот сейчас Это заправим А что можно Как-то по праву Убить Если был на нем Там совершен суд Например Да вот например Если например Человек убил Одного человека Самосуда нету В религии В исламе нету Там судья его Сбирает То есть Есть страны Где есть смертная казнь Как например В Саудовской Аравии То есть Если человек убил Моего родственника С точки зрения ислама Его правитель Если берет Президент Той или иной страны Где есть Ислам практикуется Он может там Или попросить Обратиться к родственникам Или ты его прощаешь Или там Он тебе за это дает выкуп Или Наш сабин наш То есть Душа за душу Он убил ТВО Мы его тоже казним Но ни в коем случае Это не призывай К самосуду То есть Сам Ага Ты его убил Я тебе сейчас Такого нету Вот это вот Как бы иметь ввиду Просто так взял Человека убил Невидного человека А именно те террористы Которые убивали Зарывали И так далее Они невинных людей убивали Если одну душу убил Подобно Как будто он убил Все человечество Всех людей Все человечество А кто оживил То есть Спас жизнь Там Защитил кого-то Как будто он Все человечество оживил Почему СМИ Это не трактовали Этот аят С точки зрения Курана Там раньше А говорили Что шахид И так далее Он в раю Нет он не в раю А наоборот В другом аяте Всевышний То есть Чтоб мы поняли Грех убить Одного человека Мы сейчас поняли Как будто все человечество убит В другом аяте Всевышний говорит То что кто убил Человека Его Именно Пребывание Наказание ему Вечный ад Мы не говорим Что ему Будет ранен Мы говорим Его вечный ад В Коране об этом сказано А люди Опять же Не разобрались И так далее Потом даже такое было Что боялись Говорить слово шахид Тише Хотя это Это священное слово Шахид Просто исковеркали Короче Исковеркали И так далее А вот тогда Тоже еще Люди спрашивают Они говорят Зачем Типа Почему Бог Наказывает Если он любящий Вот имя любящий А как тогда Это сопоставимо С тем Что он может Посылать испытания Наказывать Типа Зачем Аллах Создал зло На земле И так далее Как вы думаете Размышляли на эту тему Конечно Ну даже Например Взять С точки Любящий Например У меня Три сына Я Считаю Что я люблю Своих сыновей Моя супруга Любит своих детей Но если Тот или иной Что-то не выучил Он может Наказать Или поругать Замечания Сделать Может быть Там Как-то Альхамдуля Не бьем Детей И так далее Но может быть Как-то там Не так посмотришь Или там Какое-то Жесткое Замечание Сделаешь ему То есть уже Или например Что-то обещал ему Это купить Он не выучил Двойку получил Ему что-то не купишь Накажешь его Как-то Но это не значит Что ты его не любишь Своего ребенка Ты его любишь Но однако Ты в пользу ему Как бы Если ты так не сделаешь Значит тебе такое Как бы наказание Ты его направляешь Правильно То же самое Например Представляете Если например Не было бы наказания Божьего Так скажем Кара Наказания То тогда человек Был бы Творил что Хочет Например Даже та же Само например Смертная казнь Например С точки зрения Я помню Когда Саудовский Жил тоже Видел смертную казнь За наркотики За распространение Наркотиков Человека поймали И потом уже казнили Но именно Нету казни За употребление А за распространение Потому что Когда ты употребляешь Ты сам себя губишь А сколько Детей умирают Сколько там Подростков Умирает Человек Зарабатывает деньги И распространяет Продает Наркотики Сколько людей Тут ты одного человека Ликвидируешь Как бы Тем самым Спасаешь человечество Он как бы Своими вот этим Распространением Наркотиков Убивает Сотни Может быть Тысячи Людей Вот это Потому что Присуще Тем самым Ты не говоришь Какой ты суровый И так далее Нет Это его наказание Это наказание То же самое Здесь например Господь Бог Аллах Творец Создатель Он говорит Вот так вот совершай Будет все нормально Будет тебе рай И в этой жизни Будет все хорошо Но если ты Ослушиваешься Бога Творца Создателя И Не слушаешь его Не подчиняешься Его повелениям Опять же Вот эти повеления Для нас же Несет пользу Например Не там Не воруй Не убивай Не употребляй Спиртное И так далее Если ты слушаешь Творца Как говорится Страх потерял Тогда ты Сам себе вредишь И вредишь другим Тогда люди Жили бы Как бы Хотели Почему даже Законы Вот есть Например Законы Например За это Срок Тюремный За это Такое-то За это Чтобы люди Чтобы другим Было комфортно Не только тебе Самому Тогда был беспредел Хаос То же самое Здесь Если Аллах Не наказывал Тогда бы Люди Творили бы Что хотели Это останавливает Поэтому Аркану Говорит С точки зрения Ислама Столпы поклонений Их три Это не только Любовь Это Аль-Махабба Любовь Также Аль-Хауф Это Боязнь То есть Боязнь Наказания И это Ар-Раджа Ар-Раджа Это Надеешься На милость На прощение Бога Но однако Прощение Если посмотреть Корнический текст Оно покрывает Все Оно опережает Наказание Оно опережает Наказание Бога Аллах в Коране Говорит Что касательно Мого наказания Говорит Аллах Я кого пожелаю Накажу То есть Заслужено Однако Моя милость Покрывает Все Моя милость Мое прощение Оно опережает Мое наказание Почему зло Сотворено Почему Как бы зло Опять же Человек Аллах Сотворил добро И Аллах Сотворил зло Дабы испытать Нас Аллах в Коране Говорит Но Аллах Не призывает Козлу Он сотворил Зло Но у человека Есть право выбора Или делать это Зло Или нет То есть Будем ли мы Покорны Богу Будем ли мы Попоминать Мы Богу Нет Аллах Сотворил Смерть И жизнь Дабы Испытать Вас Кто лучше В деянии Поэтому У тебя есть выбор Когда Посланнику Аллаху Дали два сосуда Пророку Мухаммаду В одном было вино В другом Было молоко Ему сказали Выбери Мухаммад Для своей общины Он выбрал молоко Тогда Всевышний сказал Ты сделал Правильный выбор Это даже с точки зрения Вот я раньше Когда еще до ислама Рассуждал То есть я понимал Что если бы не было То есть Если предположить Что Бога нет Тогда абсолютно Бессмысленно Существование на земле Тогда абсолютно Разбойник И тот человек Кто верит Они равны Абсолютно Насильник Который там Сто людей Покромсал За всю свою жизнь Там убил наркотиками Он ничем не отличается От человека Кто всю свою жизнь Провел например Не совершая этого То есть это была бы Тогда просто Несправедливость Несправедливость Вообще по отношению В принципе к миру Правильно? Да Конечно Конечно так оно и есть Что человек конечно Этот Действительно Это испытан Кто как себя покажет Конечно Конечно То есть даже сейчас Например человек Даже с точки зрения Закона Например там Все законы там Он нарушает И он не наказан А тот кто следует Закон наказан Где тот справедливый? Я тот справедливый Это как по-моему Есть даже В Коране тоже приводится Когда ангелы сказали Зачем тебе Создавать человека Ведь он будет Убивать Да Или там И творить нечестие Да Да То есть они уже тогда Знали получается Сущность человека Да А вот еще вопрос Почему люди думают Мол Вот он Один говорит Я вот верю в Бога Но у меня денег нету А вот человек В Бога типа не верит Да там Беспределит И он богатый Где типа Мол справедливость? Да Вот здесь вот Вот здесь вот как бы Я хотел бы Вот на этот вопрос Отвечать уникальный Хадис Пророка Мухаммада Саллаху Алисалям Который приводится В двух риваят В двух источниках В Бухаре И в муслиме Самые такие достоверные Пророка Мухаммада Саллаху Алисалям У кого-то нрав бывает Там лучше У кого-то хуже Да там Бывает кто-то Более воспитанный Кто-то например Не позволяет там По своей воспитанности Тот или иной шаг Сделать Кто-то позволяет То есть у каждого Свой нрав Если как я поделил Пророка Мухаммада Был нрав Это Коран Также Аллах Испределил между вами Ваше имущество Кому-то Аллах дал больше Кому-то дал меньше Потом Всевышний Пророк Мухаммад Саллаху Алисалям Сказал Вот в этом предложении Ответ на этот вопрос Всевышний Аллах Из Так скажем Из богатства Этой жизни Дает тому Кого он любит И тому Кого он не любит То есть имеется ввиду Богатство Которое в этой жизни Человек получает Это не имеется ввиду То что Любовь к Богу По отношению к нему Почему? Потому что в другом хадисе Пророк Мухаммад Саллаху Алисалям Сказал Поистине Вся эта жизнь Со всеми прелестями Золото, серебро, нефть Доллары, евро, деньги Все это вместе взято Перед Богом Даже крылышко комара не стоит То есть крылышко Животного маленького комарика Вот этого творения Божьего Дороже перед Богом Чем все это богатство Если бы стоило Хотя бы крылышко комара Тогда бы Бог Не позволил Сделать даже Глотка воды Неверующим То есть как бы Какую-то цену бы имела Поэтому вот здесь Вот вопрос Как бы Ага Человек говорит Я 5 раз в день молюсь То есть мне тоже Такие вопросы давали Я молюсь Я пащусь И так далее А вот мой Сосед Он не молится Он богаче меня живет Где тут Почему так Бог Делал Вот ответ То есть Аллах дает Кому любит Тому И тому Кому не любит Потом Посланник Аллаха Сказал В реваясь от муслим Говорится Аллах дает религию А в реваясь от бухари Веру То есть вера и религия Это Ну как бы одно Просто разные слова Вера и религия Дает кому Только тому Кого он уже полюбил И вот этот человек говорит Тебя Бог любит Тебя Аллах наоборот любит Он тебе дал веру А там Твоему соседу не дал Поэтому Знаете Сергей Я Как бы Если же такой уж Разговор Пошел Аль-хамду-ля Помил Всевышний Аллах С 5 лет Практикую религию Как бы Обучался Ислам За свою жизнь Аллах Мне тоже много Что из этой жизни Как бы Дал То есть может быть Я не говорю Я не богатый Человек Не миллионер Не миллиардер Но однако Все что видели Люди Я заходил Во дворцы Принцем И на частных самолетах Летал И на Рос-Ростях Там за мной Машины приезжали Клянусь Богом Клянусь Творцом Я от этого Не кайфовал Я Обычно Обычно Прилетал Тогда От чего Именно Вот эту сладость Я получал Вот именно От общения Вот такого С братьями От общения С учеными Когда Коран Читаешь Вот тут Вот у тебя Ты понимаешь Чисто Четко Я Когда Поминаешь Бога Сердца Душа Успокаивает Вот так Ты получаешь Вот этот Кайф Адреналин Как правильно Даже не знаю Как еще Это передать Потому что Пока не прочувствуешь Поэтому Здесь Именно Если ты молишься Ты не должен понимать Что ты Будешь богатым Как бы То есть Ты не молишься Для того Чтобы там Деньги получили Разбогатеть А именно Ты молишься Потому что Ты Как бы Клоняешься Богу И так же Тот Который богатый Скажем И практикующий Есть такие же Практикующие Очень богатые люди Как бы Но Справедливость Опять же Тогда человек Может задать Вопрос Почему Тогда Где она Справедливость Я не почувствовал Вот этого Как бы Богатства Может быть В Африке Добратья Может быть Бывают Такие То что Вообще У них Кушать нечего И так далее Но они Богобоязнен И так далее Может думают А почему Вот те мусульмане Там В персидском Далии У них Как бы Все Они молятся Я как бы А мы Высторжествует Справедливость День суда Посланник Аллаха Саламу Алейхим Сказал Что Первый Кто зайдет в рай Аль-Фукара Аль-Мухаджирин Самые первые Зайдут Это Бедные Мухаджиры Переселенцы То есть И те Бедные Раньше зайдут На много-много-много лет В рай Поэтому А в раю Как бы То что Глаз не видел То что Ухо не слышал И человек Даже не может Представить Еще как Богатый Он будет ждать Пока его спросят Пока он будет ждать Этого суда Тяжко будет То есть Если осудно мне говорить Это отдельная Уже тема Но однако Он будет ждать А бедные Первые Вот здесь Вот как бы Именно Будет Вот эти Мавазин Весы Справедливости Как бы Высторжествует Все это Вы здесь получили Они там первые получали Это я сейчас читал Книгу про сподвижников И они Там поголовно Все Они убегали От богатства Да Понятно Что в современном мире Это трудно И ты когда читаешь Но ты хотя бы понимаешь Какой у них был Вообще заряд Они боялись Наместничества Боялись Что их сделают Судьей Что их сделают Там халифом Как он Предводителем города Они убегали От этой ответственности Понимая Что они могут быть Этим испытаны И мне нравится Фраза Я помню Я читал Очень сильно Меня впечатлило Что говорит Если ты видишь Что Всевышний Продолжает Одаривать раба Благами В то время Как тот Его ослушается То знай Говоришь Что это не что иное Как заманивание Я вот Постоянно Потом это в голове Держал Думал Блин Если я сейчас Неправильно Бабки заработал То мне не надо Радоваться этим Этим деньгам Надо подумать Что блин Что-то здесь не чисто Пахнет Да Да Так оно и есть Ну опять же Опять же Вот даже Например То есть Тут как бы Такая другая Крайница тоже есть Когда человек Думает Что значит Если он там Молится Тогда он должен быть Бедным Это тоже Неправильно То есть бывает То что человек Может рай Заработать В своем богатстве Может ад Заработать А самый ненавистный Перед Богом Как сказал Посланник Аллаха Это кто это Бедный Высокомерный То есть если у него У него даже нет Чем бы он высокомерился Там Богатый может Высокомерие Вообще оно запрещено Во всех религиях Это самый Одни из великих Грехов Даже если посмотреть По истории Когда Аллах сотворил Человека Адама И Иблиса Тоже Был Иблис Да Вот это вот Дьявол Хотя он был на уровне Ангелов По своей вере Но почему Аллах не просил Иблиса Когда он его ослушался А просил Адама Когда он его тоже ослушался Потому что у них Разные грехи были У Иблиса был какой Грех Истикбар Высокомерие Он сказал Я лучше чем Адам Ты меня сотворил из огня Я его из глины Поэтому как бы Аллах в Коране говорит Аллах не любит Высокомерных Касательно Адама У него другой был грех У него был грех Аш-шахва Именно страсть То есть запрет на плод То есть он не воскомерился После этого просил прощения То есть человек слабый И Аллах его простил Поэтому вот это вот Воскомерие Это как Однако грешников Аллах говорит В Коране Аллах хочет вас простить Аллах хочет вас простить Принимает покаяние Но воскомерных Аллах не любит Поэтому будут Топтаться под ногами Подобно насекомым Сказал посланник Аллах Воскомерные люди А самый нелюбимый Это Говорит Бедный Воскомерный То есть Ладно Там понятно Богатый Там у него есть Дорогие машины Там самолеты Деньги А у него вообще Ничего нет Но он все равно Проявляет Воскомерные Вот это Самый нелюбимый То есть Также бедный Может заслужить Поэтому Если Аллах Тебе отдал Мы понимаем Что удел от Бога Идет От нас причина Ризг Но однако Не должны Вот это вот Деньги Заходить в сердце А должны быть В руках Поэтому Когда вся проблема Даже пускай Маленькая там сумма Человеку Проникла в сердце Вот здесь вот Человек погублен Поэтому Они Какая бы сумма Не была Там она должна Быть в руках Но не в день Когда же есть такое Понимание Мы должны Кушать Чтобы жить Но не жить Чтобы кушать Это даже В ходить По-моему Пришло Что одна Треть Для еды Для воздуха То что Наоборот Надо быть Умеренным В еде И во всем остальном Конечно Во всем Должна быть Умеренность Были Сподвижники Очень богатые Например Есть на сегодняшний день Даже Бывали Что подсчитывали Очень много То есть Они там Миллионы Миллиарды Переводили На сегодняшнюю валюту И они Легко Расставали То есть Знаете Как можно Определить Мужчину Вообще Даже Арабы Говорили Такие Как бы Ученые Говорят Как он Расстается С деньгами Если тяжело Там это Вообще Вообще Мужчина Любого мужчины Если легко Расстается С деньгами Значит У него есть Мужество Если он Вот так Вот держится Значит Слабость К этим Какие условия У него У него Соблюдены Скажем Так С чего Начинается С первого Свидетельства И так Далее Вот Первое Что именно Когда приходит У человека Должно быть Именно В сердце Убежденность Что Бог Один То есть Это Свидетельство Шахада Так Свидетельство Нету Бога Кроме Аллаха Что имеется Ввиду Нету Бога Кроме Аллаха То есть Кто-то Говорит Например Во время Даже Пророка Мухаммада Язычники Аллах В Коране Говорят Если ты у них Спросишь Кто их Сотворил Они Говорили Аллах Если Спросишь Кто Сотворил Небеса Зеблю Язычники Говорили Аллах Если Спросишь Кто Дает С небес Дожди Обильные После Этого Расчета Почвы Они Говорили Аллах Но Почему Они Наказаны Почему Аллах Их Любят Почему Они Неверующими Считаются Потому Что В другом Аяте Паук Есть Такая Голова Называется Всевышний Сказал Когда Садились На корабли Они Молили Только Одного Бога Спасения Поэтому У меня Тоже Случай Был Один Взлетел Он Уверовал Сразу Бога Он Говорит Что Бога Нет Говорят Во время Страха От истов Не бывает То есть Ему Страшно Он Одного Бога Молится Только Одного Забыл Всех Идолов Когда Достигали Суши Опять Начали Придавать Богу Сотоварищам Имейте Ввиду Что Нет Бога Кроме Бога Не Просто Нет Создателя Творца А Нет Никого Кому Можно Молиться Нет Иного Бога Кроме Как Одного Именно В поклонении Молиться То есть Самый Большой Грех Во всех Религиях Это Ширки Аллах В Коране Говорит Ширка Это Великое Притеснение Ширка Это Многобожие Да Даже В арабском языке Шарика Есть Шарика Компания Компания Потому что Много Люди Есть Права Компаньоны То есть Компаньон Когда Ты Богу Предаешься Товарищам Какой Самый Великий Грех Он Что Сказал Это Когда Ты Богу Предаешься Товарища В тот Момент Когда Понимаешь Что Тебя Сотворил Не Сотоварищ А Именно Бог То есть Зачем Ты Ему Предаешь Товарища Он Тебя Не Сотоварищ Сотворил Его Компаньон Поэтому Как Бо Имеется Ввиду Что Первое То есть Отрицаешь Всех Богов Кто Там Будду Абрахму Кто Насеком Молится Кто Корове Кто Еще Чему Может Кто Мухаммада Молится Я не знаю Есть такие люди А ты Говоришь Нету Никакого Бога Тем Самым Аннулировал Всех Богов А Второе Подтвердил Только Одного Кроме Аллаха Выделял Одного Бога Вот Это Имейте Ввиду И Также Свидетельствую То Что Мухаммад Является Рабом Аллаха То есть Мухаммад Не Бог Не Сын Божий Не объект Поклонения Он Раб Аллаха И он Посланник Тот Человек Которому Бог Дал Откровение Дабы Призывать Людей Поклонения Одному Богу Вот Это Если Человек Искренне В сердце Проговорил Это Он Стал Мусульман Даже Когда Приходили Люди Принимали Ислам И Нет Принуждения В религии Где Человека Заставлять Это Его Выбор Должен И Можешь Дать Вопрос Это Ваш Личный Выбор Что Нужно Делать Изучал Ислам Вот Это Нужно Сказать Искренне Сказал Все Поздравляю Вы Стали А что Никакого Обряда Больше Не будет Нет Все Вот Это Есть Принятие Ислама И то Что По сути Человеку По идее Даже Если Горим Про Ислам Ему Не Нужен Кто Другой Чтобы Искренне У Бога Попросить А не у Человека Который Возможно Еще Грешен Чем Сам Другой Человек Конечно У нас Как бы Нет Такой Практики У нас В Исламе Что Нам Кто Отпускает Грехи Нет Нет Такого Тебе Не нужно Не нужно Езжать В мечеть К Имаму К Мулей Ты Это можешь Искренне Сказать Дома И все Произнести И Никто Не может Сам Одно Из Таких Вот Почему Некоторые люди Которые принимают Ислам И говорят Что Мне Понимают То что Как бы Никто Не может Отпустить Грехи Кроме Как Сам Творец Создатель То есть Никого Кто Ты Такой Чтобы Я Я имам Кто Я такой Чтобы Отпустить Грехи Я сам Грешен Прок Мухаммед Но Мы Больших Грехов Не совершаем Но все равно Грешен У тебя есть Грехи То есть Каждый Из Рабов Аллах Он Ошибается Нету Святых Людей Только Посланники Были Святыми А Самый Лучший Из Грешников Это Те Кто Просит Покаяние И опять же Вот Тоже самое Молитва От Молитва До Молитва Прощаются Грехи Человеку Молитва Молитва Берет Его Грехи Прощаются Малые Малые Грехи Опять Возвращаемся Почему Именно Пять раз День Мы должны Молиться Это Милость По отношению К тебе Поэтому Вот Опять же Наш Человек Который Один Священный Служитель Который Закончил Семинарий Он Говорит Один Из Вопросов Я Отпускал Грехи Я сам Съездал Вопрос Мне Бог Решение Дал Лицензию Отпускай Грехи Получается Такая сумма Такая сумма Такого нету И не было Никогда А вот Грин Сейчас Только у меня В голове Мысль была И она Из головы Прямо Вылетела Ё-моё Бывает Такое Только Только Что-то Хотел По этой Теме Сказать Что Тогда Условия Покаяния Потому что В основном Я заметил Что Есть такой И у мусульман И есть такой И у христиан Аля Типа Свечку Подставил Грехи Простили Можно чудить Намаз Почитал Просил прощения Можешь дальше Грехи совершать Вот что значит Искреннее покаяние Можете Людям Объяснить Во-первых Есть малые грехи Которые Они Стирают Тебя Может быть Ты даже Может не понял Что совершил грех Например Ты сделал Какое-то Например Посмотрел Например Девушка Посмотрел И ты на него Там посмотрел И потом уже Одумался Как бы Старфурла Сказал Да И ты уже можешь Самовением Проститься Когда ты моешь Там лицо Глаза И так далее Об этом Не думаешь Не возвращаешься Или когда ты Там Например Еще какой-то Там Малый грех Совершил Там Может быть Где-то Голос поднял Или еще Что-то Они сами Прощаются Через Замовение Через Молитву Есть Грехи Которые Нужны То есть Нужно Обязательно Просить Покаяния Например При любодействии Например Большой грех Когда Если человек Алкоголь пил Или наркотики Употреблял То есть Он хочет Покаяться Оставить Или тот Или большой грех Великий грех Вороство То есть Здесь Есть условия В первую очередь Ты должен Быть Убежденным Что именно Ты совершил грех То есть Например У тебя должна Быть убежденность Что это был грех Может это грех Может это не грех Нет Ты должен Аллах Это запретил Это грех Второе Ты должен У тебя должна быть Ненависть По отношению Этому греху То есть Ненависть И тем самым Ты совершаешь Покаяние Как говорится Если было бы Запаху грехов Человек Никогда бы Не приблизился И ты должен Делать Искренно Покаяние Искренно Иметь Искренно Может быть Наедине Когда тебе Не на показуху Ночью проснулся Взял омовение Просишь Аллаха Покаяние Искренно Плачешь То есть Как душу свою берешь Выжимаешь Как тряпку мокрую То есть Тем самым Ты как бы Просишь Аллаха Простить тебя Третье Ты должен У тебя должен быть Аль-Азм Азм Это Именно Намеренное Чтобы не возвращаться К этому греху Не так то Что Например Скажем Вчера человек Сделал Прилюбодействие Сейчас он грешит Сейчас он Просит прощения И у него в голове Мысль Что завтра Он опять будет Это делать Или там Послезавтра Нет У тебя не должно Все Азм У тебя полная Убеденность И намеренность Что ты не возвращаешься К этому греху Иначе твое Покаяние Оно не искренне Перед Богом Это если Между грех Между тобой И Богом А если Это было еще Связано С другими людьми Например Человек Что-то украл Это понятно Ты у Бога попросил Но ты должен же вернуть Еще То ты должен ему И это вернуть Если бывает такое Например Человек Слушай Если я верну Я просил прощения Я у него там Забрал Если ты его оскорбил Должен просить прощения Если ты у него что-то там Украл Или тебе оставил И он не заметил это Но ты знаешь Это его И ему нужно вернуть То ты можешь через кого-то передать Или в качестве подарка Там дать Главное дело Чтобы это ему вернулось Но если так получилось Что ты опять вернулся к греху То ты опять должен повторять Эту процедуру То есть Но однако В тот момент На момент покаяния Ты должен именно Пусть у тебя даже будет цель Убежден Что ты не будешь возвращаться Ну в жизни Многое что бывает Там да Ты можешь опять вернуться Опять совершить То в этот момент Ты опять будешь И Аллах тебя опять будет прощать сначала Ну да То есть То есть в любом случае Даже если человек Потом ошибается Он все равно Хотя должен иметь В данный момент Сильное намерение Конечно Этого не совершать А что уже там С ним дальше будет Да это уже неизвестно Да Может быть что там Человек слабый Человек с которым слабым И соблазн много Может быть например Он был Через 2-3 дня прошло Он опять что-то забылся И опять совершил грех Повторил Тогда он что После греха Он опять должен Делать покаяние Вот это вот как бы Чувствовать Вот это вот Как бы Недовольствие этим И возвращаться Но Однако невозможно Не грешить Порок Мухаммад Саллаху Алиси Сказал Если бы вы не грешили То бы Аллах Поминал вас на другой Народ Который бы грешили Потом просили Аллаха покаяния И Аллах бы прощал То есть именно здесь Получается Да То есть именно здесь Твоя слабость То есть ты Как бы человек Слабым сотворен Такой бы он Мощный Сильный не был Да Это я вспоминаю Что люди говорят Например Этнические тоже Говорят Я не буду намаз Читать Я грехи совершаю И там Мусульманка Говорит Я не буду Хижаб носить Я грехи совершаю Или в принципе Я не буду верить Я грешник Хотя они не понимают Что религии Никого не делает Святым Конечно Никого не делает Святым Единственное что Они так думают Что если человек Заявляет Я мусульманин И мне вот говорят Ой он там Из себя святого строит Вообще Причем здесь это Меня вот это Всегда удивляло Это просто Убеждения Твои Касаемо жизни Касаемо Бога А ты естественно Ошибаешься Ты можешь грешить Ты потом можешь За это просить прощения Ты можешь ошибаться Оступаться Но главное Что у тебя в башке Есть понимание Вообще Зачем ты живешь Откуда ты взялся Кто тебя создал И так далее Конечно А вот у людей Это вот такой максимализм Типа я не буду делать Пока не стану Идеально в веру Это знаете Я вспоминаю Хадис Где сподвижники Пришли к Мухаммаду И говорят Слушай Когда мы с тобой рядом То нам Такое ощущение Что мы рай Своими глазами видим А когда мы уходим То мы забываем У нас бытовуха Семья Еще что-то Он говорит Если бы вы были В таком состоянии 24 на 7 Как со мной То ангелы бы спустились В небес И пожали вам В рот Да Да Самое интересное Это знаете Кто сказал Это сказал Сподвижник Его звали Ханзаля И он сказал Эти слова Кому Абу Бакру Абу Бакру Самый богобоязненный В уме Постанник Аллаха Пророк Мухаммад сказал Если его имам положить Наду чашем весов И всех остальных На другую Имам Абу Бакру Перевесит И когда Сказал это Потому что Я чувствую себя Ницемерие Когда я с пророком Мухаммадом нахожусь То есть я такой набожный Когда я ухожу Я то есть Грешу там То есть я уже Вот эта набожность пропадает И Абу Бакру Им отвечают Я тоже так хожу То есть я тоже получаю Для тебя А да У Мухаммада Саласа Просим И тогда Постанник Аллах сказал Тогда бы ангела Они никогда не ослушиваются Аллаха И выполняют все приказы И вот даже Если посмотреть Вот правильно вы заметили То что две крайности Первая крайность Человек говорит То есть например Даже самое Если сейчас Стану на молитву То есть как я там Оставлю тот грех Там я курю Или еще что-то Ты начни А потом уже увидишь И вот большинство Вот 90% Субханаллах Человек когда начинает Искренне молиться Он уже отвращение у него Грехам появляется Само по себе То есть как бы Здесь как бы Ты одно Или другой Человек себе Оправдание ищет Приходит в мечеть И говорит Там уже Что я вот Если слушать Я вот не молюсь Не пощусь Но я не обманываю Не ворую А вот я знаю Того Он там молится И так далее Он там обманывает И так далее Кто лучше Я или он Я говорю Он по-своему Ты по-своему Как бы не прав Почему Он как бы Не прав По отношению к людям Вот это грех совершает А ты по отношению Бога Творцу Не выполняешь То есть Аллах То есть как бы Ты не выполняешь По велению приказа То есть невозможно Этим самым Себе оправдание Отмазку найти Чтобы не молиться То есть да Если человек Тут молится И так себя ведет Значит у него проблема Не в молитве проблема То есть он за это будет отвечать А ты за это как бы там То же самое например Говорит человек Если как я буду там молиться И так далее Там если совершает Целенные грехи То есть ты тут отвечаешь За этот грех Еще за то что ты не молишь То есть ты начнешь молиться Ты уже за это не будешь Как бы спрошен А вот за это да Ну иншаллах Аллах тебе захочет Это простит А может быть ты это и оставишь Потому что намаз тебя побуждает Молитву побуждает тебя Не грешить То есть у нас Получается следующее Вот допустим Ну вот если резюмировать Что было 124 тысячи пророков Из них 300 сколько там 20 чем-то посланников Правильно? Все они приходили С одной и той же целью С одной и той же миссией Они не говорили Ничего кроме того Что поклоняйтесь Богу И не поклоняйтесь другим богам Правильно? Да У каждого пророка Было свое знамение У Моисея Вы привели свое знамение У Иисуса Было свое знамение И у Мухаммада Знамение это Коран Да И даже сам Коран Бросает вызов И говорит Что если вы считаете Это ложью Сочините хотя бы один стих Попробуйте призвать И посмотрим Кто за вами последует Да То есть И тогда мы получаем Следующее Что если человек Кого-то из этой цепочки Пророков отвергает Он получается Уже проявляет Ну грех По отношению к Создателю Правильно? Конечно не верю Потому что Он думает Я вот буду например Вот я верю в Иисуса И в Моисея В Абраама В Ноя В Адама А вот в Мухаммада Не верю То есть вот Здесь же человек Если принимает Он должен принимать Всех пророков Всех пророков Да А если он Одного из них Не принимает Он уже проявляет Неверие И сказано Даже в Евангелии От Варнавы Сказано То что Иисус сказал Что придет после меня Заключительный Постаник Его будут звать Ахмад Ахмад Это Мухаммад В Коране Тоже сказано В Суре Придет после меня Иисус сказал Последний Завершающий Пророк Постаник Его будут звать Ахмад Да есть даже Про Кидар Говорятся Что из племени Кидар выйдет Но они все равно Якобы опровергают И так далее Все вот эти вещи Но я вот По себе сужу Как у меня было С точки зрения Здравого смысла Я думал Я думал так Ну во-первых Невозможно Чтобы 2 миллиарда человек Следовали за шарлатаном И все те религии Которые пришли от Бога Они сейчас самые Такие Ну то есть там Больше всего людей Потому что истина Она изначально За ней много людей следует Будь то там Тора Да и Угей Там Будь то Евангелие Христиане Там мусульмане Что понятно Что там Потому что мы знаем Что нету таких последователей Там у кого-нибудь Гитлера У Настрадамуса Какого-нибудь У лжепророка Потому что истина Она как бы Живет дольше Чем ложь И получается Что человек Вот я когда читал Сам по себе Изучал ислам Я думал так Если все пророки От одного Бога То кто я такой Чтобы выбирать Между ними И говорить Я вот короче Этих оставляю А вот за этим следую То есть это же Получается Я бы тогда пытался Я бы считал себя Умнее Чем Всевышний Конечно Мне знаете История нравилась Где пророк Хадис приводил Про дом И что вот Кирпича не хватает Вы знаете от хадиса Нет на русском Ага Ага И давайте Сашей хост будет Интереснее Да нет Ну то что вот Приходит Говорит Я подобен Приходит пророк И говорит Что дом прекрасный Замечательный дом Все на своем месте Но говорит Только одного кирпича Не хватает И люди подходят И говорят Блин Этот дом Был бы прекрасен Если бы на его месте Был вот этот кирпич И я говорит По отношению к этому дому Так же как К остальным пророкам Что я вот и есть Этот кирпич Который достается Да Так оно и есть Даже вы знаете Когда уйдет Вот этот призыв И так далее То есть Даже Аллах Говорит Пророку Мухаммаду То есть Когда ему предлагали Деньги Власть И так далее Оставит призыв Бог Говорит Я Говорит Не прошу же у вас За это деньги Когда предложили ему Он что Он расплакался Пророку Мухаммаду И сказал То есть Когда его дядя Пришел Абу Талиб Подумали Может быть Ему надо Ничего-то не хватает Хотя Мухаммад Они То есть Считали о нем Что он самый справедливый Что он Самый честный Даже после того Как началась война с ними Вражда Он Его звали Аминь Аминь это тот Который Которому можно было доверять И вот эти вот люди Они все приходили И богатство у него Дома Оставляли И когда он с ними Начали с ним же воевать Он покинул свой дом Мекку Когда хотел уйти в Медину Он вернул каждому Потому что Они Врагам получается Да Как бы Себе против Это вы меня оставляли Я возвращаю И когда его дядя Абу Талиб То есть Как бы сказал Они предлагают тебе власть Предлагают тебе деньги Мухаммад Чтобы ты оставил Презек Богу На что он заплакал Сказал Если мне дадут в правую руку Даже солнце И в левую луну Я не оставлю Презек Богу И тоже Когда хочешь Досвучаться Досердеть И так далее И так далее Сказать Я вам желаю Счастья Я желаю тебе Брат мой Друг мой То что я вижу То что я чувствую Не просто вижу А чувствую Есть такие вещи Которые невозможно Не прочувствовать Сколько бы ты их там Не рассказывал Надо прочувствовать Я желаю тебе Я же у тебя замерзжение Ничего не прошу То есть например Даже ко мне Приходит человек Когда я рассказываю Про религию Я говорю Слушайте Вот вы сейчас пришли Завтра мы может быть С вами не встретимся Я от вас ничего не прошу Мне от вас ничего не надо Ну почему я тут сижу Рассказываю вам Как бы свое время теряю Мог бы там Другими делами заняться Я хочу чтобы вы Прочувствовали Вот это вот Свет Тепло Доброту Религию Покорность То же что я И мои близкие Вам добра желают Поэтому пророк Мохаммед И все посланники Аллаха Они желали Своему народу Только благое Не желали у них Ничего там Для них чего-то плохого Имущество Имущество И даже посмотреть Люди которые начинают Молиться Большинство людей С которыми я общаюсь Которые стали Были этническими мусульмами Потом начали молиться Намаз читать Говоришь О чем следующая речь Об одном только Почему я раньше Не стал намаз читать Почему я раньше Не стал молиться И здесь отвечаешь То что это в руках Бога Как бы Аллах когда пожелал Тогда это будет Когда один человек Говорит Вот я с ним общался Но так я и не смог Ты его поставить На намаз На молитву Субханаллах Кто ты такой Чтобы поставить На молитву Бог ставит Кого пожелает Когда пожелает На тебе только донести И когда Мухаммад Печалился Когда не смог Кому-то до конца Он все доносил Донес призыв Донес послание Но однако Кто-то принял Кто-то принял Кто-то нет И тогда Всевышний У нас Когда мы молимся Среди нас Нету национализма Нету Как бы У нас Понимания Это только для Религия Только для арабов Как сказал Нету разницы Между арабами Между неарабами Разница Только в чем Богобоязнь Набожность Там и евреи Как бы Которые мусульмане В одной мечети Мы помним Африканец Один цвет кожи черный Другой белый Третий красный Один на одном языке Другой на другом Один депутат Другой Там миллиардер Третий Там Школьник Четвертый Там студент Один дворник Все мы там Стоим Одинаково В одном ряду Нету отдельный Вход для Элиты Там Или отдельный День для богатых Другой день для бедных Все мы Или если Например Скажем На первый ряд Пораньше Кто пришел Там Если он бедный А второй Заходит богатый То есть Он не должен Не обязан Уступить свое место То есть Все это Среди нас Полностью равенства Я имам Я не лучше Чем прихожане Среди них Есть лучшие Чем я Среди нас Есть человек Которым Мы не знаем Может он где-то В углу Незаметный На глаза Но он самый Любимый Перед богом Вот это Есть Браса Вот это Есть Ислам Вот это Есть Вера в бога И именно Поклонение Это как история Когда Пророк В Таиф Пришел Призывать Его закидали Камнями Так что У него Важно Кровь Хлюпала В сандалях И что Джибриль Сказал Да по-моему Ангела Что говорит Давай Хочешь Мы уничтожим Эту землю И он А он Заплакал И говорит Нет Вдруг Кто-нибудь Из них Ислам Примет Потом Да 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 20 лет На этом издевались А даже Если посмотреть Сейчас вот Таиф От Медины Сколько это 400 где-то Да 400 чем-то 500 километров В Таиф Посмотреть На сегодняшний день Такие ученые Даже в области Ислама Из Таифа Многие Потом в Таиф Погода такая Она похожа Даже на нашу погоду Там зелень Там много Не как пустыня Потом Там разные Там уроки проводятся Там лекции Такие Даже говорит Самый лучший Когда читал Где-то В статье Самый лучший Гранат Самый вкусный Гранат Это Таифский Гранат Там Благодарь Баракат Дуа Слава Посланник Аллаха Как мы опять же Вот возвращаясь То что Именно нрав Усовершенствует Благой нрав А все поклонения Это как оболочка Это только помогает Усовершенствует Благой нрав Даже если посмотреть Вот У одна из жены У посланника Аллаха Ее звали Была София София была иудейкой И когда она Приехала в Медину Там Переселилась Посланник После битвы При Хайбар Одна пришла Приняла ислам Она Пришла Под пророком Мухаммад Плакала И говорит То что Одна из твоих жен Обозвала меня Еврейкой А что смотрите Как посланник Аллаха Ей ответил Мухаммад Скажи ей Мой отец Пророк То есть Имейте ввиду Она из Потомства Харуна Мой дядя Пророк Муса Моисей То есть И Я под пророком То есть Супруга Мухаммада Саллаху Алисалям Вот так вот Такой ответ Когда пророк Мухаммад Делал иатикав Когда поклонялся Оставался В мечети У каждой из этих Супруг Был тот Кто мог бы Проводить ее Домой У Абу Бакр Отец Аиши Хафса Дочь Умара То есть Они их Проводили Но У Софии Никого не было Помимо пророка Мухаммада Тогда пророк Мухаммад Оставляя Иатикав Поклонение В мечети Брал свою Супругу И сам же Провожал ее До дома То есть Вот такой вот Нрав был Посланник Аллаху Саллаху Алихим Так что Наверное Надо сейчас Открою комментарии Будем уже Заканчивать Ребят Обратную связь Дайте вам Как нам Вам вообще Понравилось Полезно было Узнали что-то новое С точки зрения Вообще религии С другой стороны Может быть Увидели Если это так То Это хорошо Иначе не зря Посидели сегодня В эфире Сейчас они напишут Там просто Еще с запозданием Пуск комментарии Как у вас Карантин Как проходит У вас Вообще нельзя выходить Наверное Из дома Можно Почему Можно Просто до определенного Времени До двух До трех Мы выходим А так Да Сейчас Пока что Полный карантин Мечети тоже закрыты Да Да Все закрыто Сейчас Мечеть пророка Открыта Да Как бы По-моему Даже ее закрыли Я не помню точно Вот ребята Там говорят Полезно Полезно Машалла Да Я у себя сейчас Хабиб Нурмагомедов Даже к нам В эфир зашел Машалла Машалла Саламу алейкум Брат Машалла Саламу алейкум Это хорошая тема Классно Пообщались Потому что Я вот знаете Я 7 лет в исламе Но мне было всегда Как будто Стыдно Что ли То есть я боялся Какого-то осуждения Или еще Я потому что С этим очень много Сталкивался В свое время И в кино Меня не понимали Там На площадке Говорили Ты что идиот Ты свой талант Землю закапываешь И конечно Это было Ну прям Такое Не знаю Видимо отложилось На мне Что мне было Неудобно Об этом говорить А сейчас мы так Поговорили душевно И мне кажется Реально очень большую Пользу По Сири По Сири Бросаю вызов Говорит По Сири Что значит По Сири Бросаю вызов Брат Хабиб Нурмагомедов Решил схлестнуться С нами Лучше не шутить Это опасно Машалла Знаешь Знаете Брат Это то что Тоже я как бы Скажу Как бы Как имам мечети Да Вот ваш пример Тоже Машалла Это великий пример Для многих мусульман То есть вы 7 лет Даже если вы слами Но вы может быть Сделали больше Того что человек Там за 8 За 90 лет Не делал Поэтому Это я не хвалю Вас Хвалиться нельзя В глаза Я понимаю Ваша скромность Я в такие моменты Вспоминаю Вот эти слова Что если бы грехи пахли То ко мне бы Никто не подошел Это ваши уже А что мы говорим Здравствуйте Это Аллах вам дал Машалла Машалла Супер Я понял Что Сира Жизньописания Я просто не понял Что именно Это решил Хабиб По Сири Я на самом деле Я понял Я понял Я понял Что жизнеописание Это кто написал Это Хабиб 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 пишет По жизнеописанию Пророк Сири Но у меня нет Таких зайцев Машалла Да Да Вот еще человек спрашивает Что если человек не молится Потому что боится Что не сможет Из-за лени Ну это тоже Наущение шайтана Аллах в Коране Говорит Аллах А шайтану Яиду куму Факра Квай амурокум Билфахша То есть Шайтан Он вам обещает Нищету Бедность И также Призывает И вас греховному То есть Страх Это вот этот Страх Именно от шайтана Который Даже вот Посланник Аллаха В другом хадисе Сказал Вы делаете А Аллах Каждому из вас Облегчит То ради чего Он его сотворил Вот даже Например Человек Бывает Когда мы едем На хадж В группе По 150 человек Бывает Я как руководитель группы Езжу Каждый год И Бывают люди Которые Например Еще не молятся Но хотят поехать На хадж И некоторые думают Субханаллах А я после этого Должен Все-таки Молиться И так далее Я говорю Поезжай Там начнем Молиться И он ездит Там Начинает молиться И обратно Вращается И он Все уже Начинает молиться Начинает намаз Считать Поэтому А вдруг У тебя не получится Благом Всегда так А вдруг Даже когда ты Расстаешься Что-то Хочешь делать Благое делать А вдруг Тебе это не хватит Подожди Подумай Когда брендовую одежду Купи Не думаешь Скидка Нескидка Покупаешь Расстаешься А вот именно На благое Сейчас там всегда Не нужно Оставь себе Не сделай Получишь Не получится Даже когда Ко мне приходят Занятия Когда мы проводим Куран Обущаться И люди приходят И говорят Слушайте А вдруг получится А вдруг не получится А как А что То есть Как мы будем А если вдруг Слушай Брат У тебя наверное Не получится Почему Потому что Потому что Ты столько вопросов Еще не начал Нужно столько вопросов Я говорю Ты начни Главное дело Начать Аллах уже облегчит Вот даже мечети Когда мы строили С отцом Аллах Устроили мечеть То есть думаю Как мы это сделаем И другие мечети Когда там Затем строят Как это будем Давайте начнем У нас денег Там нету Столько Понимаем Что столько денег Надо Там один-два человека Скинулись Давайте начнем А потом уже Аллах облегчит И когда начинаешь Благое делать Искренно Аллах потом облегчает Супер Сейчас у нас уже Эфир выключится Потому что Последняя минута пошла Тогда будем заканчивать Или поотвечаем На вопросы И снова переподключимся Как сделаем Как скажете Как удобно Там люди пишут Что-то Да я думаю Хорошего понемножку Да-да-да Иншалла Может быть еще Аллах Иншалла Если получится В будущем Аллах Аллах То-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-